Мария, спасти Москву. В основе сюжета картины историческая встреча Верховного Главнокомандующего Блаженной Старицы Матроны. В России отмечают 80-летие битвы за Москву. Старица в битве за Москву? ЧЕГО?! Кино про войну один из лучших инструментов в пропаганде. И с помощью него можно донести абсолютно разные идеи. Будь проклята война и все, кто ее развязывает. Никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Или то, что война это веселый аттракцион. То, что вера на войне может придать сил, либо вера в паука взорвать цитадель. Например, вот с помощью пушки высокого давления. Фильм может показать, как цена каждая человеческая жизнь. Или насколько важен коллектив и страна. Или то, что нужно умереть, потому что Зоя Космодемьянская... Русский Иисус. Сейчас, не дай бог, будут такие события. Будут такие же отчаянные ребята. Такие же герои, которые пойдут и положат свою жизнь. Фильм может рассказать о тяжелой судьбе реального человека. Или выставить реального героя войны коррупционером, агрессивным быдлом и победителем. Проституток. Надо цензуру обращать, пора уже давно. Обязательно, чтобы там были, как минимум, представители четырех главных конфессий. Именно православные священники, мусульманские, скажут, о-о, стоп, а вот это уже не, это нельзя, ребята. Это из сферы имитивных отношений. Православные, мусульмане, пожалуйста, ведите цензуру. А то певцов устал сниматься вопреки в мерзком и лживом пошлом говне. Минкультуры вывела из экспертного совета режиссеров и менеджеров видеосервисов, а вместо них привлечены Дмитрий Певцов и представители РПЦ. Вдарим православие в этой дыре! Мы вместе посмотрели огромное количество фильмов, и мне кажется, что российское кино о Великой Отечественной войне меня уже не способно удивить. Зрители переносят в условия тяжелого положения Москвы 41-го года. Идет Вторая мировая война, а Гитлер проводит операцию «Барбаросс», чтобы показать настоящую декоммунизацию советскому народу. Киев, Минск оккупирован, Ленинград в блокаде, нацисты рвутся к Москве. Сталин болел гриппом, но работал. Он сказал, не могу добиться ясного доклада, что происходит сейчас. Дорогу на Москву, собственно говоря, нечем прикрывать. Можно было остановить бросок на Москву, просто перекрыв дорогу автобусами. Кроме полной неразберихи, а также паники в самой столице, те, кто должен был защищать Москву, попали в котлы. Из каждой сотни показанных здесь пленных, домой вернутся только трое. Перед властями стоит невероятная по сложности управленческая задача. На участке западного фронта по существу войск нет. Из-за неприхода окруженных войск к Москве, Москву защищать неким и нечем. Создавшиеся ситуации, люди потянулись к религии. В действующих храмах резко выросло количество прихожан. А что насчет пропаганды ЛГБТ? Института по изучению трансгендеров или запретов вейпов? Война же идет. Есть вопросы важнее. Ну ей богу, не вопросы обороны же продумывать. Ни резервы искать, ни с союзниками встречаться, чтобы помогли. Ну и тем более не решать задачи, связанные с переброской производства. Зачем? Хотя, если следовать логике патриарха и канала русской православной церкви, то вопрос веры действительно первостепенен. Выбирая себе всякий раз правителя, надо смотреть первую очередь не на экономическую программу, не на политические обещания, не на характер даже, а на его способность ходить перед Богом и вот по-библейски делать все угодное в очах Господних. Потому что от этого все у нас зависит. Да, да. К слову, в фильме речь не про церковь. В Охловском переулке поселилась некая ясновидящая старуха. Она предвидит слепая по будням в 17.30 на ТВ3. Здесь стоят очереди. Все хотят знать, что будет завтра. Жуков на связи. Завтра будет наступление немцев. Калина Александрович, добрый день. Это не важно. Тут слепая гадалка говорит, что будет завтра. До свидания. Выяснять, есть ли у гадалки способности, отправляется офицер НКВД. Главный герой фильма по имени Мария. Куда без очереди? В каком основании ты имеешь право оно указывать мной? Если что, это самая массовая сцена в фильме про оборону Москвы. Очередь к предсказательнице, которая дает важнейшие советы. Ну, что она сказала? Велела молиться. Песню забивай и заеди сатана. На-на-на-на-на-на-на. Почему не сходить к нормальному священнику за советом? Зачем нужна какая-то подъездная бабка? Тут стоит отвлечься и разъяснить положение церкви в Советском Союзе. До революции церковь занимала привилегированное место в иерархии общества Российской империи. И наряду с выполнением своей духовной миссии, простирала свое влияние во все сферы жизни. За исключением, наверное, космоса. Космос будет потом. Несмотря на свое привилегированное положение, ведь церковь, по сути, легитимизировала власть царя. Монархизм, счастье, помулись. В надежде на еще большее улучшение собственного положения, падающую монархию церковь поддерживать не стала. Хотя казалось бы. Вот царь Николай, Россия при нем достигла пика недосягаемого. Никто в мире не был на этой высоте по всем своим показателям. И мы непонятно будем ли еще когда-нибудь. Ты, по-моему, перепутал. Меня сейчас послышалось или нет? Происошла какая-то дискредитация, если честно. На самом деле логично, что церковь была недовольна. Ведь ее полностью подчинили государству. И рычаги управления были в руках чиновников. А хотелось не зависеть от них. Это как? Правда, за одной революцией последовала другая. И надежды церкви сгорели в ее пламени. Началось не только отделение церкви от сфер в жизни, в которых, по мнению новой власти, церкви быть не должно. Развернулась антирелигиозная пропаганда. Ты смотри, че пишут. Также, вскрытие мощей, изъятие имущества, уничтожение, закрытие или ребрендинг храмов. Че? Чего? Это че за хуйня? Кроме этого, людей с социальным статусом служителя культа, а также сектанты, не обошли репрессии. По данным ФСБ РФ, только с 32 по 38 год к уголовной ответственности было привлечено 77 408 человек. Надо понимать, что Российская империя была православным государством, поэтому борьба с религией хотя бы косвенно коснулась большинства. Об этом можно узнать даже из мемуаров высших лиц. Зимой 1940 года, после заседания, Сталин спросил, почему вы не помогаете материально отцу-священнику? Я ответил, что с 1926 года я порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли служил бы в рядах рабоче-крестьянской армии. Тем не менее, верующих в стране оставалось большое количество. Начавшееся Великое Отечественное заставило во многих аспектах пересмотреть политику в отношении церкви. Выбрасывать один из рычагов управления в условиях внешней агрессии глупо. Особенно, когда противник использует его в полную мощь. Немецкая армия-освободительница навсегда изгнала большевистскую власть. А поэтому еще до официального консенсуса и встречи Сталина с митрополитами оставшиеся храмы продолжали работать, а тогдашний владыка организовал сбор средств для борьбы с оккупантом. На собранные верующими средства были построены танковая колонна имени Дмитрия Донского и эскадрилья имени Александра Невского. Но кому интересны простые попы, когда есть люди со сверхспособностями? Ты человека любишь, любишь без ответа и ни за что. Будет у тебя ребенок от него. В области матки у вас шевеление, чувствуете, голубушка? Там у вас сущность в виде змейки. Такой перформанс производит на героиню впечатление и, казалось бы, она уже готова поверить в предсказания привороты. Но есть одно но. Дай руку. Ненавижу, блять, цыган. Какой ты чувствительный мальчик. Ведь перед нами не какие-то цыганские предсказания у вокзала, а православная магия. Значит, призывает молиться. На вопрос, устоит ли Москва, ответила. В Бога верь, и все будет хорошо. Типичная религиозная пропаганда. Слышь, псина. Просто показанное оно не особо православное. Альтернативные способности и суеверие церковь не особо котировала и до революции. Ведь ты лжешь про Бога, совершаешь законопреступные деяния, ты еще и, получается, богоданную власть не боишься. Ты че? Все, все, я пошел тихо тихо. Еще раз такая хуета. Я тебе ушатаню. Но в Советском Союзе в это около православия верил сам Сталин, который в самый критический момент в истории страны отправляется к тому, кто на связи с Богом. Иисус Христос, сколько у него дивизий? Выезжаю! Интересно, что, по мнению РВО, делал Гитлер? Зафигом! 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 Где она? Те здесь, остальные пусть уйдут. Говорят, ее слушался сам Сталин. А я думал, Сталин знал только одну команду! и это не опорт. Значит, ты не слепая, если видишь. Не так, как ты, конечно, но вижу. И вопрос твой вижу. Я надеюсь, это вопрос, почему 60-летний Сталин выглядит как 40-летний актер. Загадочная история Иосифа Сталина. Вопрос, естественно, про победу в войне. И старица поясняет, что для победы нужно сделать. Тебе нужно разрешить молебны, чтобы вера возродилась. Жуков, драгосовствие, государственные припасы. Мы строим примерно в среднем три храма в сутки. Охуенно! Не мешай этому. Не бойся. По-твоему я боюсь. Очень. За себя, за свою жизнь, за свою гордыню. Это плохой страх. Бога бойся. Ответ перед ним. А военно-историческое общество обязано отсмотреть. И если это соответствует исторической правде, но дискредитируют историю, то они дают свой логотип. Срочно перемонтирует фильм Озерова. Он дискредитирует историческую правду. Ценой своей жизни они спасали Москву. Мы должны снять шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестоких оборонах и насмерть дрался в окружении. Они сковали главные силы немцев. Что вы несете, товарищ жуков? Это молебни сковали. Как только бога бояться начали, немец стал. Основан фильм, снятый к 80-летию обороны Москвы, на вот этой вот книге, которая повествует о Матроне. Что за Матрона? Человек при жизни ставший легендой. Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечена Ингушетии. Потом свинный ясновидящий, исцелитель, полный магистр магии, профессор защиты от темных сил. Много же других чудес, всего не перечислишь. Одно из самых почитаемых православных святых. Тысячи людей, она исцеляет от болезни и от напасти дает надежду и веру на чудо. Существует же вот такой рассказ подробный о жизни святой, праведной, блаженной Матроны Московской. Давайте вместе этот рассказ почитаем. Издан он был Коломенским монастырем в 90-х. Если вы читали Ночной Дозор, это примерно то же самое. В общем, после революции 17-го года наступило смутное время уничтожения православного уклада, а без пастырей и храмов русский народ похож на стадо. Но тут в отличие от лора канала РПЦ Белая армия, у них в союзниках была Антанта. Именно она устроила революцию, ненавидела все русское. Союз с чертом не дал им победить другого черта, других безбожников, большевиков. В лоре Матроны черти не воюют, черти вселяются. Страшная сила вступила в действие, жила эта сила в болотах и лесах. И пока люди ходили в храмы и носили кресты, бесы пролетали мимо. А ну стой, рвотная харя! Но храмы позакрывали, от веры отвернулись, а поэтому... Бесы заселили людей как свои дома. Видишь демонстрацию на улице? Закрой окна и дверь. Это слуги дьявола празднуют победу первого мая. Матрона Московская. И Россия пропала бы. Благо богом была послана слепая девочка, которая в ночи излучала свет и смеялась. Послана была сражаться с приспешниками сатаны в великой битве добра со злом. Супротив нее вооружился весь ад и выступил своей адской силой. Экстрасенсы, колдуны, факиры, маги, волшебники, астрологи, нечисть и тарелки. Я надеюсь, блять, не сырные. Кроме этого, против Матроны выступили масоны, полчища бесов, известные на весь мир ученицы, чернокнижников. Короче, темные. Прошу тебя, не ходи к ним. Они темные. Мы не лучше темных. Кого вызвали? Вы что, угораете? Но не только с замком Инферно из меча и магии борется Матрона, но и с героями видеосалонов 90-х. Во сне вижу, появилась перед окнами жирная крыса, бросилась на меня выгрызать сердце, просыпаюсь, рубашка вся в крови, рана, как бы от когтя, сколько царапин вниз до живота. Господи Боже, вот, Господь Бог. А что? Книга вышла в то же время. Че не подрезать бодрый сюжет? Также Матрона избавляет навсегда от туберкулеза, неходячих, что ползут к ней километрами. Она поднимает на ноги, после чего говорит Старина, себе нахуй. Также она лечит эпилепсию водичкой, а горбы убирает начиткой. На вас, лавандос! паскопа берет, чтобы у горбанки не случился отрост, не сдавая мне вопрос, до христианина рот! И кто кроме ведуньи подъездной поможет? Ну не в больницу же идти. Дочь положили в больницу, был распад легких, пошла к Матронушке. Я не разрешаю. Если вы родителя разрешите, она умрет под ножом. А сколько бог нарек, столько проживет. Дочки мои хотели делать операцию в горле. Годика три было. Посоветовали с Матронушкой. Никакой операции не нужно! Да и хуй с ней точно. Не хватало из-за этого говна переживать жизнь продолжается. Еще у одной моей дочки была сильная пупковая грыжа величиной с кулак. Матрона читала молитвы над головой. Все прошло. Государство не хочет это мракобесие проспонсировать. Одной рукой придерживала, а другой крестила. Ха-ха-ха! Уже! Знакомьтесь с автором этой писанины. Хотя за рецепт избавления от опухоли спасибо. Пришла женщина, жалуется на здоровье, по всему телу внутри какой-то кусок ходит, колет кругом, шевелится. Матрона говорит в церковь. После причастия рвота. Вышел кусок кровяной, запеченный, бросила в огонь. Это пахнет так фантастически. Подождать буквально 4-5 минут максимум и еда будет на столе. Так, мужики, у кого с пахом проблемы? Ща, внимание. Приступила боль внизу живота, ходить не могу, кол, 20 сантиметров опухоль, омывай там святой водой. Разве можно эти места? Читай молитвы и омывайся. Ну шо, с Богом, бля. Если проблемы с пахом продолжают вас донимать, следующий совет для вас. Он сдвинул брюки, а там килоопухоль с большой графин. Поезжай на немецкое кладбище, слей нам водички с креста господня. Этой водой смочить тряпочки и прикладывать мне и метрофану. Видимо, подъем цен на мирамистин делает свое дело. Я человек, не верующий, но даже мои чувства это оскорбляет. Но если вы сейчас смеялись, кто много говорит, смеется и красится, в ад попадет и там ему будет плохо. Я знаю, что вы скажете. Автор рассказа про Матрону сумасшедший. Нет. Психических заболеваний не существует. Это духи злобы и всякие бесы, которые в человека входят с воздухом и живут в кровеносной системе. Нужна дезатанизация. И проводится она с помощью испития святой воды. После чего ты блюешь святой водой, демоны выходят и шизофрения пройдет. Те, кто выделил деньги на это, попейте святой водички. Может, вас попустят. И впредь еду крестите. Это поможет защититься от несанкционированного проникновения бесов в начинку вашего бургера. Между мясной котлетой гриль специальный соус сыр, огурцы, салат и лук все на булочке с кунжутом необходимо будет добавить в конституцию. Если вы, не дай бог, хрючевы не перекрестили, то, если вы верующий человек, с вами, скорее всего, ничего не случится. А вот неверующим, жопа, ведь для бесов они за неверие. Чисто коммуналка. Когда люди не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Ведь, чтобы выгнать беса из человека, надо прекратить дыхание. Это что-то вроде смерти, и выдержать это человеку почти невозможно. Чудеса Матроны Московской. Попробуй кивы. Остальное в книге про слепую провидицу повторяет судьбу другого слепого супергероя. Ванга ослепла. Пошел солдат ее арестовывать. Я никуда не уйду, но беги скорее домой, твой ребенок тонет в колодце. И он явился. Но я не буду ее арестовывать. На КВД принято решение ее арестовать. Она ему говорит, я никуда не уйду, а ты беги домой, у тебя беда дома. Он сказал, не арестовал, я арестовывать не буду. Ты сможешь купить, если что-то, ты сможешь купить. Дома, вау, тебе крикал, с голубей снах криклайки упал. Мама, дон, дай, дай, дай. Во время войны к ней потянулись страждущие. Все хотели узнать, жив ли их брат, муж или отец. Толпы обезумевших от страха и горя людей шли к ней только с одним вопросом. Жив или погиб? Да не умер. Не умер он в конце драйва. Гитлер в это время был в районе Болгаро-Велической границы. Он мог сидеть с Вангой? Мог. Он вошел в дом, где была Матрона, она положила ему руку на плечо и сказала, красный петух победит черного. Ты хоро, петуха, назвала, карга, э? Это я сидел, бля, ты знаешь, что такие предъявы делают? Существенное же отличие двух франшиз в том, что Ванга после смерти больше не работает, а поэтому колдунства свои она осуществлять не может. Авторы Матроны же поступили умнее и оформили подписочный сервис. После того, как ее не станет. Ходите ко мне, я всегда буду там, буду вкладывать вам мысли, что вам делать и как поступать. Если ты есть, то помоги! Я заебался! Ну а вывод книги четко передал автор сатанинских, вместе с тем языческих, но при этом православных, песен про ЧВК Вика Цыганова. Слава Богу, что мы православные, что у нас так много святых, и как бы не был этот безумный мир не летел в пропасть, у нас есть шанс притормозить, потому что у нас есть святые, которые нам помогают. Россия бы давно развалилась, но святость невидимого мира ей помогает, а Матрона продолжает сражаться с державой зла. Лицо главы НАТО представили? За мной армия. А у нас Матрона. Вы хотите знать, как в такое вообще можно верить? Ну, Россия не первая и не последняя. Немецкое общество после Второй мировой потерпело нравственный и моральный крах. Одни жаждали спасения и исцеления, у других протест против происходящего сублимировался в страх перед ведьмами. И словно из ниоткуда явился святой человек, который начал излечивать больных. Бруно Грёнинга признавали многие. В нем видели нового мессию. С рассказами про Бога он предлагал сверхъестественное лечение, которое кому-то даже помогло встретиться с Богом лично. Вас обвиняют в предумышленном убийстве человека с болезнью легких. Ну, как лечение? Сколько по десятибалльной? Иногда же к всеобщей истерии может привести одна книжка, которая выходит в момент, когда хороших детских садов на всех не хватало и детей оставляли с кем могли. Как оказалось, зря ведь существует культ сатанистов, что насилует детей и блокирует им память. Хочу, чтобы вы знали, сатана использует медиа, например, рок-музыку, настольные игры, чтобы вовлекать детей в сатанизм. Это его музыка. Это она звучит в аду. Металлика не дает концерты в России, зато звучит в аду. Думайте. Поднимается всеобщая истерия, которую разгоняют СМИ и религиозные организации. Формируется целый пласт медиа-бизнеса со своими передачами, экспертами и документалками, из которых можно выяснить, что, например, настолка Денжин энд Дрэгонс оказалась... Самым эффективным средством для завлечения в сатанизм за всю историю человечества. Игра обучает людей демонологии, колдовству, вуду, убийствам и изнасилованием. Я получу красный диплом! Несмотря на то, что все описанное в книге оказалось вымыслом, за время паники успели арестовать ни в чем не повинных людей, которые потеряли несколько лет под судом или арестом, их жизни были сломаны, а правительство США получило самый дорогостоящий суд за всю историю и мерзотный пример кривосудия. Так, послушайте. То, что у нас проблемы с доказательствами еще не делает их внезапно невиновными. А также фильм о том, куда могут привести заблуждения. А не подогревающую заблуждение экранизацию к 80-летию обороны Москвы. На деньги Министерства культуры с личного одобрения нового министра. Это произошло, потому что культ Матроны формировался и укреплялся в 90-х. И тут вновь поможет книжка про послевоенную Германию. Общее чувство неопределенности висело над бывшим немецким государством. И не только потому, что его правительство было обезглавлено. Мощная экономика сведена к Бартеру, а управление жизнью общества почти полностью контролировалось иностранцами. Ну, точнее, россиянами, что продавали страну иностранцам либо делили между собой. Ограбленная приватизацией население на своей шкуре ощутило социальное отчуждение, а попытка повлиять на политику заканчивалась Давайте сюда, блядь. Второй! Нахуй пошел отсюда! Либо банальной дубинкой или стволом в рыло Сейчас че? А? Сейчас че? Полная дезориентация и потеря идеалов окончательно толкала в пучину беспомощность и должен был прийти тот, кто скажет И спасителем для миллионов стала не только Матрона, но и святой отрок Вячеслав, блаженная Любушка, схемонахиня Макария, Пелагея Рязанская, матушка Ольга и другие обладатели сборников с описанием чудес. Стали идти тогда, когда книжка вышла такая маленькая серенькая Коломенский еще монастырь выпустил Тогда только стали к Матроне идти В голове проясняется? Прояснение появляется? Нет, пока ничего в голове Пусто Лично ты же не можешь повлиять Значит и всегда так было И всего добивались с помощью сверхъестественных сил Стратегический гений Матроны от Бога помогал Сталину Самопожертвованием Полюшки спаслась страна от мага Хрущева Ну а Старица Макария помогала Гагарину восстановиться Россия вас не забудет Естественно все это жуткое мракобесие Но мы то с вами знаем кто на самом деле помогал Гагарину И историю забывать Россия живет развивается и дети которые растут они будут знать историю Под куполом рядом с Христом и Андреем Первозванным изображен парад планеты космический корабль на стенах святые покровители первого отряда космонавтов В центре этого всего Бога в центре святого Богородицы в центре всего этого наша вера Но из всей этой толпы старец чудотворец блаженных закрепилась только одна Несмотря на то что многие использовали схожие практики в лечении людей Я утром стою в пансионате делаю клизму и из меня выходит черепаха Вот эта пациентка психиатрической болезни Одну секунду Кто знает святую Матрону Московскую Пожалуйста почитайте житие Когда она исцеляла молитвами и всем больную то из нее вышла ящерица И не обычная а с рожками Ящерица Мань, ты дурак совсем Но новых избранных церковь не поддерживал Хотя доказательства были у них куда лучше и лечили они не только от недугов вроде туберкулеза Страшное изображение называемое Бэтменом в ее головном мозге вследствие чего девочки должны были удалить пол головы На экранизацию этого Минкульт денег пока не дает Хотя именно сейчас идет борьба со всем западным А у девочки Бэтмен в головном мозге Именно поддержка церкви закрепила Матрону и отсекла всех конкурентов К пустому колодцу за водой не ходит Невозможно выстроить современных людей занятых В длиннющую очередь люди сердцем чувствуют силу Матроны Да, как например многие чувствуют силу слепой с канала ТВ-3 Это абсолютно вымышленный ТВ-сериал с реальными историями про слепую провидицу на фоне которой стоит Матрона после выхода которого к колодцам в виде пабликов и групп потянулись страждущие за советом Помогите! Все страницы забиты просьбами о помощи Баба Нина помоги! Что будет завтра? Какие проценты придут со вклада к 100 рублей? Никто не отвечает Нет адреса Даже не знают есть это бабка или нету Не пропустите самый главный совет от бабы Нины В сумасшедший дом обратиться У тебя с мозгами блять не все в порядке Именно так подумали многие священнослужители и верующие про автора оригинального жития Матроны И это неудивительно ведь по книге Матрона способна Бога уломать чтоб тот свое решение поменял Это же божий замысел Какой смысл быть Богом если любой недоумок с молитвенником за пару баксов сможет наебнуть весь ваш замысел Были достаточно жаркие споры еще до ее прославления как раз именно потому что многие эпизоды ее жития или жизнеописания на тот момент смущали и верующих в том числе Поэтому перед канонизацией все неудобное и будем честными богопротивное из книги вырезали и на свет появилась новая подцензурная версия Матроны Богоугодное деяние Российское телевидение же не ограниченное церковными законами стабильно раз в два года выпускает документалки которые рассказывают про чудеса из нового канона из старого канона плюс делает кроссовера с другими вселенными в которые многие верят Мы принесли воду на поединок а после вновь отнесли в лабораторию Такой рисунок значит, что молекулы воды полностью разрушены Теперь отнесем эту воду к мощам святой Матроны Структура молекул воды полностью изменилась Кристалл после Матроны с ярко выраженными симметричными лучами То есть такой кристалл может приносить только добро Ты же знаешь, что субботу гор не ходит на работу А у нас суббота каждый день Структура молекул воды полностью изменилась Кристалл стал воровской звездой А такая звезда может приносить только срок И вот в 2022 году этот персонаж добрался до кинотеатров И стоит сказать вовремя Ведь именно в 2022 году у жителей России уверенности в завтрашнем дне поубавилось А ощущение собственного бессилия приросло Тут-то уход в мракобесие и надежды на потустороннее должны успокоить Сталина ведь успокаивали Ты знаешь, с кем сейчас говоришь? Сегодня ты главный в стране Сегодня А завтра? Мы не устроили всех что не могла наша святая Матрона встретиться с душегубом Сталином А почему? В житии Матроны Этот эпизод был Более того В житии Матроны Гитлер выжил Гитлер не погибнет Он сбежит с Евой Браун и будет скрываться на Украине К слову, странно, что этого в фильме нет Это вообще как понимать? То есть вы и против власти работаете? Ну не могут же авторы исторического кино полагаться на рассказ какой-то бабки Я единственный человек который может фактически подтвердить эту встречу Деды рулят! Когда-то был очень знаком с некой Валисиной Ивановной Катушкиной Я его знаю, например, как Евгений Дмитриевич Митила В частности, я его когда-то видел Ну есть такие... Долго будешь говорить? Я долго Нет, у меня рука уже болит Все, пошла к тебе, не мать Сталин пришел к Матроне Узнать исход войны После всего того, что я прочитал Так сказать, исследовал Мне кажется, что этот случай Все-таки имел место быть Почему? По времени это совпадает с пророчеством Митрополита Гор Ливанских Ильи Сталин хотел проверить А вот наши отечественные провидцы Могут подтвердить то, что говорит Илья А вы говорите, РВО какую-то херню одобряет Полиция это вообще основа исторической науки В одном из отделений я нашел вот этот фолиант Российский спецназ против гитлеровцев Я думаю, что это просто перевернет мировую историографию Отличные источники Милиция, историки с федеральных каналов РВО просто обязана было поддержать Дабы зритель знал, кто продумал оборону Москвы Обнеси вокруг Москвы Тихвинскую икону С 30 апреля на 1 мая Вольпургиеву ночь Что произойдет? Тогда город устоит Дяденька Сталин уже ушел Он тебя не услышал Услышал, слава богу То есть, чтобы остановить немца Нужны православные иконы Допустим, немцы-христиане И православные святые Работают и на них Окей, но что делать с японцами? Аниме-иконы Вместо ликов святых На них изображение героев японских мультфильмов И пока Сталин соотносит пролет над Москвой с иконой со своим гороскопом Главная героиня Мария отдыхает в военном общежитии Работников госбезопасности и борьбы с преступностью Которые решают ограбить бандиты Так вот знаешь, в какое общежитие забрался? Яманы в рот! Блин! Ограбление отдела СМЕРШ с помощью оригами-пистолета Мы, походу, не увидим Эта сцена закрепляет образ суровой женщины Которая не способна к состраданию Потому что она полностью отринула Бога Милицию вызывай Ой, окно закройте у вас, пожалуйста Энергетика прям вылетает Господи Чего? О, Господи Да что? Царица небесная Матерь Божья Мам! Мародер, падаль, а ты тут крестишься Может, еще за упокойную над ним споем Или к лику святых причислен Это лет пятьдесят надо подождать Когда бум канонизации случится Там специфические персонажи есть Старец возвращался домой Увешанный грязными полотенцами Одно из этих полотенец было замарано калом Да нельзя Подойдя к поклоннице Феофил оптер руки этим полотенцем И сказал Целуй Кстати, часть этого жития Легла в основу отличного религиозного фильма Остров Который для многих открыл еще одного целителя Когда фильм Остров получил благословение от РПЦ В деревню, где жил актер, исполнивший главную роль Потянулись хромые, слепые и убогие В искренней надежде, что актер их вылечит Ха-ха, водками спила деньги на... О, к пустому колодцу за водой не ходят И пока Мария все еще придерживается своего мракобесного материализма Верхушка Советского Союза уже поняла, чем куется победа Поясная фигура богоматери с младенцем на левой руке Пяточка младенца повернута навстречу богомольцам Сможешь отличить нужную Тихвинскую икону от других Владимирской, Казанской? А есть разница, какая именно икона? У каждой почитаемой иконы есть специализация, что ли? Я едва смог выбрать, потому что позже сменить класс нельзя Я чуть с ума не сошел Согласен Я так и не нашел в Библии, где про специализацию икон написано И героини тоже не понимают, в чем смысл Но командир резко обрубает Личный приказ главнокомандующих Хотят пронести икону по линии московской обороны, чтобы враг не прошел Что ты, черт подери, такое несешь? Икону? Кстати, это не богохульство, это реальная православная икона с писяголовцем И в свое время я делал обзор на украинский хоррор, который основан на этой иконе Старику в подарок оставляет икону с писяголовцем Тим, пришел Украина снимает по иконам хорроры В России снимают про Великую Отечественную Думайте В общем, героиня получает задание достать именно Тихвинскую икону А во дворе НКВД встречает нагаданного Матроной Возлюбленного по имени Паша Как хорошо, что ты здесь Прям чудо какое-то Сексуальная энергия Мощная энергия в вашу сторону пошла Но вместо того, чтобы сделать героине ребенка, как предсказала Матрона Он просит передать послание своей жене Сказал, чтобы ты не ждала, к его тетке ехала Да куда же мне с детьем на руках? Я с ним и так весь живот надорвала, еле хожу Как все едут, так и ты Может тебя на руках до Куйбышева доставить? После доведения до слез яжмамки Герой не отправляется на задание И во многих фильмах сцены проникновения на захваченную территорию Одни из самых захватывающих За исключением фильмов Где в открытую на машине едут Газуй, газуй, газуй! Ебать, ну и сюда! Газуй, 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 газуй! 40, левый, два, длинный, вниз! Эффекты Мое почтение В оккупированный немцами город Герои заходят еще круче В открытую всей ватагой Советским оружием наголо Для освобождения захваченной территории Первым делом защитники родины Естественно убивают мирного жителя Если вы ждете драматургию На тему сложного морального вопроса Жизненно оккупированной территории Теперь мне здесь жить Да перед немцами лазер опять Что ж ты, невольник, к нам в лес не пошел? Почему же я на вашей службе деток буду Кормить листовками? То в современном российском кино все просто Он же свой Ты в Тулу первый раз так А я третий Я таких своих, которые под оккупантом дровишки рубят Видал-перевидал Он под оккупантом еще ел и срал Я бы на его месте дождался освобождения И только потом сходил На советской земле Труп выносят в сарай А разведчик выносит вердикт Мы с ним еще после победы разбираться будем Ну вылезай, сука Я ж тебя в покое не оставлю Гондон, я ж тебя найду, бля После убийства герои возвращаются назад На тропинку, по которой шли То есть они убили мужика просто так Он даже на пути у них не стоял Я создан убивать И пусть В поисках халявных фрагов Герои продолжают свой путь по деревне Параллельно разрабатывая легенду На случай встречи с немцами Если вдруг патруль, какие вопросы? Мол, пришли на богомолье Поклониться иконе богоматери Парень, призывной возраст Прифронтовая зона Церковь, молиться! Да, а это не оружие, а губная гармошка Попробуйте Попробуйте Говори, фашистская шкура Лево пристрелю Она здесь Мы счастливы? Винсент Мы счастливы? Да, мы счастливы В воскресенье комендант приезжает в церковь Вас остановят А нацистский комендант Случаем день Великой Октябрьской Социалистической Революции не празднует? Я конечно понимаю, что после призывов Ставить памятники пособникам нацистов Что в своих фантазиях видели Россию В контексте православия, самодержавия И народности Надо ставить памятники Краснову В антифашист! В антифашист! Понимаю, что после прославления Ильина Который, прикрываясь Богом Призывал из Германии Сопротивляться России силой Путь силы и меча не идеален С точки зрения химически чистой праведности Иван Ильин Все же не видит иного выхода Кроме реальной битвы со злом Знаешь, звучит как охуенная идея! После фильмов про то, что немцы пришли с миром И просто отбирали самых талантливых Но русским приказали пойти на Голгофу Ради абстракции И они пошли, чтобы попасть в рай Такое коллективное самопожертвование После фильмов, где немцы всеми силами Восстанавливали православные храмы Пока им мешали злобные партизаны и НКВДшники А ну брысь отсюда! Поповские выродки! По итогу посадивший святого человека в гулаг Хотя реальный персонаж, послужив нацистом Вместе с ними и уехал Я от немцев не бегал Неужто от своих побегу? Видимо, да Может сложиться впечатление, что существуют Благие вторжения в другие страны Особенно к единоверцам Это впечатление ошибочно И давайте я попробую раскрыть исторический контекст Раз за миллионы госконторы не хотят этого делать Верховный правитель Рейха действительно говорил, что зла не желает Просто у этих власть захватили злодеи Да и вообще О боже, он хочет на нас напасть Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народам России Но больше двух десятилетий Еврейско-большевистское правительство из Москвы Пытается разжечь огонь вражды во всей Европе Задачей этого фронта является Обеспечение безопасности Европы И тем самым спасение всех и вся Речь Гитлера после нападения на Советский Союз Прочинайте, она доступна Там 80% правды А если что, телеканал Соловьёв Лайф это на ваши налоги говорит Ну нужно себя успокоить И... ну Гитлер это же не Бандера Все нормально Ганс Мы что, правы? Видимо англосаксонские документалки опять врут Вторжение в Советский Союз Где по его извращенным представлениям правили преступники Нападение на Советский Союз преподносилось как превентивная война Если бы мы не напали, они бы напали первые Лживое оправдание вторжения в чужую страну Нацисты использовали еще во времена вторжения в Польшу Что сохранили новости того времени Польша создала мощную армию Намерения их ясны Разгром немецкой армии и перенос границы на Одер или даже на Эльбу И несмотря на то, что какая-то часть населения в Польше действительно страдала Нарастают провокации против немецкого населения на территории Польши Беззащитные жители, спасаясь от уничтожения, бегут под защиту Рейха Их дома сжигают, а имущество подвергается разграблению Власти на слединку ребенка было плевать И это все было лишь довеском к нагнетанию и фразе Он хочет на нас напасть Он хочет на нас напасть Это положение нельзя терпеть Войска берут штурмом Дансинг Жители Дансига, сбылась ваша мечта Настал час, которого вы ждали больше двадцати лет Дансинг возвращается в лоно Великой Германии Потом выяснилось, что оправдать вторжение можно страданиями другого народа Которое было испытано несколько лет назад Советские самолеты бомбили Хельсинки и тысячи мирных финских городков и деревень С большевистским севером встали на борьбу с немецкие вооруженные силы Да и вообще Он хочет на нас напасть! Он не собирался на нас нападать, он просто сидел Ранним утром 22 июня Ради спасения мира в Великом Рейхе и всей Европе Немецкие вооруженные силы выступили широким фронтом против большевистских предателей Взятые в плен большевики Советские дивизии, без сомнения, создавались для захвата Рейха Сама же война оборонительная, навязанная врагами, чтобы не дать развиваться и жить спокойно И вот теперь необходимо биться за мир Чуткая к настроениям немецкого народа пресс-служба Рейхам Призвала СМИ избегать слова война И сообщать, что немецкие войска только обороняются Но были и те, кто не верил, что англосоветцы Хотели напасть Пацифистов и коммунистов заткнули Ведь своим недовольством, политикой государства они наносят удар в спину Предатель Всем известно, войны проигрываются из-за недостатка патриотизма А те, кто их развязывает, получают с них выгоду или ведет, ни при чем Но всех запретить нельзя И люди, что придерживаются заповеди «не убей» Все еще имели выход к массам Если где и существовало неприятие режима И попытка осмыслить все честно и до конца То это было как раз среднее и низшее звено священников Большинство в высшем церковном звене Было настроено лояльно по отношению к режиму Так же, как и большинство христианского по крещению и воспитанию населения Итак, что же мы возьмем с собой в путешествие? Пожалуйста, Петер Я бы взяла с собой Библию, икону и... Штурнгивер 44 Калибра 7,92 Германское общество того времени больное и расколотое Если и было какое-то пробуждение и протест, то это выливалось в причудливые формы Пророчество, ясновидение и так далее Христианское сознание здесь переплеталось с языческим Те же, кто не обменяли священное писание на комфортное положение Или не ушли в мракобесие Предпочитали как минимум помалкивать Но и этого становилось мало Гейдрих обвинял немецкий епископат В недостаточном выступлении за немецкую победу В том, что тот, формально одобряя действия правительства Категорически отклоняет восторги И не в состоянии наполнить народ восхищением Надеть намордники и радоваться Приказ господина ПЖ Больше всех доставалось нетрадиционным конфессиям Например, свидетелям Иеговым До которых все никак не доходило, что Бог за В отличие от патриотов, что признают справедливость немецкой оборонительной войны И целиком стоят на стороне государства Например, Чрезвычайный союз священников Некоторые исповедуют принципы, далекие от жизненных потребностей немецкого народа Как хотите, чтобы с вами поступали люди Так поступайте и вы с ними Это для кого написано? Казалось бы, где интересы тех, за чей счет идет война И тех, кто гибнет на войне И уж тем более интересы Бога А где интересы тех, кто, прикрываясь Богом Удерживает власть, порабощает и эксплуатирует других Нацистская верхушка считала, что ей позволено Игнорировать интересы и права Самых слабых И по определению эта идеология поощряла коррупцию Но у пропаганды ответ нашелся Это старый политический трюк ведения войны Отделить народ от его правительства Единственное средство нас одолеть И кто-то после таких доводов Не был готов прыгнуть в едином порыве нации в огонь По завету Верховного Представляете? Когда одного из бывших охранников Заксенхаузена спросили Что заставило его зарыть в землю по шею одного из верующих заключенных Тот ответил Он отказался служить в армии Такие не имеют права жить, я так считаю Что же настоящий верующий патриот должен был делать в условиях агрессивной войны? Все правильно Открываю Библию Но это не Библия у вас в руках Почему вы так думаете? Там ваша фамилия, авторство Сталин А да, действительно Это я к тому, что священникам приходилось по-своему трактовать Библию Ведь Иисус вряд ли бы одобрил вторжение на чужую территорию с агрессивной войной Одни священники заявляли, что речь идет о будущем народа, о спасении Родины Другие, что война это наказание немецкого народа Третьи, что у немецкого народа есть миссия установить порядок И он будет построен на прочном фундаменте На Боге Как удобно В очередной раз предводитель очередной нации и его клика оправдывали людоедство Богом Перед лицом Бога я клянусь в верности фюреру Рейха и народа И когда случилось угодное Богу вторжение в Польшу, где жили единоверцы У некоторых верующих закрадывалось сомнение Может быть война несправедлива? Но это купировали арестами за антивоенные высказывания, вследствие которых некоторых священнослужителей умирали Кроме этого, могли притянуть за оскорбление представителей власти и дискредитацию войск Да уж Некоторых верующих, и не только Непосредственно увиденное зло на войне толкало на сопротивление Но большинство находило оправдание Все говорили, великий и славный Гитлер не знает, что его люди так ведут себя Потому что он бы этого не допустил На территории же недочеловеков, где недавно церкви закрывали Использование веры, хоть и отличной от своей, было несколько проще По распоряжению германского верховного командования Вновь восстановленные православные церкви были переданы украинскому населению Восстановление церковного уклада Население встретило благодарственными молебнами Естественно, главной целью было сформировать за счет верующих, поддерживающих оккупационный режим Русская православная церковь была политическим инструментом власти царизма И теперь наша задача образовать другие церковные формы И за счет слов о Боге, вере и древних традициях Оправдать вторжение, назвав его освобождение И легитимизировать новую власть Отражен факт быстрого открытия церквей на территории Брянска и окрестностей В них молятся за Гитлера, а также за смерть антихристов, жидов, большевиков Интересно, в мире РВО что сильнее? Молитвы за Гитлера или икона-артефакт? Сегодня я расскажу про лучшие 10 артефактов в Майнкрафт Данкс Блин, не то! К слову, осознание того, что религию нужно использовать для воздействия на верующее население Пришло и к некогда борцам с Оной Ты Бога не трогай! Это не твой Бог! Это наш Бог! Наш! Он немцам не продается! И если Советы это делали с целью объединения То нацисты хотели раздробить И в будущем, к разделению по национальному признаку Планировалось и разделение по религиозным течениям Сначала ту неправильную национальность с неправильной верой победить А потом уже с местным правителем земли бороться Войска же обязывали не содействовать, но и не препятствовать верующим Тем не менее Военнослужащие вермахта должны, безусловно, держаться в стороне от религиозной или церковной деятельности Но в художественных фильмах можно показывать как угодно А поэтому нацистский комендант каждое воскресенье приезжает на православную литургию Партизаны здесь! Партизаны! Партизаны Я сначала хотел пошутить про то, что партизаны играют на легкой сложности Что актерам плевать на профессию Что все снимаются ради того, чтобы получить горячие бутерброды Но, блять, в этом фильме в кадре оператор с камерой стоит! К документальности стремились в деталях Изучали мемуары главнокомандующих и ополченцев Фотографии тех времен Вот на этой фотографии товарищ Сталин играет в стимдек В игру Хойка 4 Именно поэтому он смог победить На этой фотографии на Тесле едет Гитлер и эсэсовцы Англосаксы тогда тоже были против нас Они тысячелетиями против нас А это автомат Калашникова Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Стоп! Это чё? Раскадровка к клипу Шамана? Блондин в кожанке с повязкой Вера да любовь, с нами Бог Видимо, образ делали 14 дней, 88 человек Бог с нами было написано на пряжках немецких солдат Они, как всегда, ошибались Бог был с нами Алло Тут немцы звонят, говорят, что вы с ними По второй линии русские, то же самое говорят Так, меня нет Отдельно нужно остановиться на постере эсэсовца Стап Это очередное дополнение к документальности в деталях Ведь этот постер, как и повязки с триколором у русских коллаборантов Появится лишь в 44-м году Шайце Окей, они не видят, как человек переделит Перед ними со стволом идет Окей Какие буквы вы здесь видите? Иди там нахуй со своими буквами Также выясняется, почему в городе, где произошло нападение на коменданта Кроме одного патруля солдат практически нет Просто все немцы телек по спутнику смотрят Подключи комплект HD сейчас И получи в подарок пакет суперкино Жди на месяц Герои добираются до здания, где должен быть тайный выход из города Но в нем вместо выхода стоит крест Оказывается, в памяти о родителях героинь Расстрелянных советами священнослужителей А дочь расстрелянного антисоветского элемента Взяли служить в НКВД Кстати, знаете, почему у НКВД были именно тройки? Потому что обычно при вынесении приговора Двое случайно стреляли себе в голову Священник с божьей помощью выследил героев не просто так Он хочет помочь им выйти из города Снял бы он свою попу, но интересно, там хоть братки-то есть Или попы на босу жопу ходят А ну стой! Кто такая? Бреш ему! Мочи козла! А, братан? А, братан? Как, братан? Священник приводит героев к местному партизану, который может вывести тайными тропами из города И партизанам оказывается, кто бы вы думали, бессмысленно убитый по пути гражданский Выходит, не оклемался Казалось бы, это должно стать уроком Но ёбнутый советский разведчик почувствовал вкус крови и хочет продолжить кровавую серию Папа, куда девать? Никуда не девать Он больше не нужен Да, старик тоже был не нужен Я просто, бля, буду убивать людей Отставить Носечка Кому спасибо, ему спасибо Кто крут, он крут Стрелять в городе, где вас ищут Интересно, после отыгрыша таких персонажей Актёры проходили какую-нибудь терапию? Приходилось самому себя убеждать, что ничего страшного в том, что ты идиот или самое тупое чмо на земле Только когда в роль входил В рукопашном семинаре обучили? Я не держался, ответил тебе Прости За что ты извиняешься? Ах да, у тебя же не было канала Русской Православной Церкви Так как нам ответили, так и мы должны ответить Это в разумлении Другая сторона понимает только голос силы Мы отвечаем своим ответом Он не такой агрессивный Он не такой, в общем-то, кровавый Он не такой ответ, который дает человеку разрушение его личности и нравственности А на какой странице Библии Тут что-то найти не могу Дайте мне проводить невинноубиенного И не врагами И не фашистами И не на поле брони А точно фашисты плохие? Может, правильно пришли? Вразумляют Фильм не объясняет, что нюс Третий Рейх и что противопоставлял Советский Союз Как и в Зое самый главный смысл Великой Отечественной Войны Жертвенностью людей Самое главное В очередной раз яркое историческое событие превращают в морковку перед носом Чтобы, когда нужно, убедить тебя в том, что ты должен делать, что скажут Ведь тогда так же делали Даже вопреки Зачем? Почему? Ради чего? Не важно Одна проблема Если не объяснять, зачем и ради чего То и эсэсовцев можно выставить жертвенными героями А, блин, вы уже это сделали Жертвенность Знаешь что? Пошел-ка ты нахер Попущенный разведчик уходит на разведку А героини остаются один на один с попом, который делится секретом Я часто бывал твоей мамы Вы хотите поговорить о том, что ваша мать шлюха? Короче, священник-друг семьи, который узнал Машу по старым фотографиям Ты Мария Александровна Петрова Дочь приходского священника отца Александра Петрова Какой же российский фильм без Александра Петрова? Я не их дочь, я дочь своей Родины, точка Не Родина тебя грудью кормила Такую Россию ты выберешь Заткнись по поле, я выстрелю Не выстрелишь На тебе икона Так работает! Я-то думал, почему я постоянно катки сливаю? Пиздец! Ствол сломался! Надо было просто у торговца икону не покупать и не класть себе в инвентарь У нее есть бонусы, но блин, оружие постоянно клин ловит А вот без нее... Но все, ты огребаешься! Я-то икону внесут вокруг Москвы Что враг не прошел Неужели товарищ Сталин уверовал? Не трогай Сталина Какое бандарское тело, какие усики Не трогай Сталина Тем временем сам Сталин, как нормальный правитель Хочет сесть на Ил-2 Суперджет и улететь из Москвы Но потом видит ровным счетом нихуя Что подчеркивает умелая операторская работа Поэтому решает остаться Почему? Ну этого переклинило товарища, он в Москве остался Хотя я догадываюсь, что Сталин увидел Эй, братка, постой Куда спешишь? Уезжаешь за границу жить Это правда Там пусто А ты, братан, русский Я не уеду из Москвы Ну а зрителя вновь отправляют к Старице Которая продлила подписочный сервис для связи с Богом Зачем Бог войну разрешил? Да кто же его спрашивал? Люди сами ее затеяли Вот и есть оно не божеское дело Ты мог пулю разложить на атомы Испарить пистолеты Бутылку в снежинки превратить Но ты этого не сделал А не божеское дело И как теперь? Молиться Просить Бога, чтобы война закончилась Предположим, что ваша молитва осталась без ответа Что вы тогда говорите? Ну на все воле Божье Пути Господни неповедимы Хорошо Но если на все воле Божье И он все равно делает то, что хочет Да каким хуем тогда вообще молиться? У старицы есть ответ на этот вопрос Карлина Я каждый день молюсь бабушкам И я молюсь Но видать нас мало пока Миллионы гибнут Безвинные женщины, дети и старики Пора это прекращать Нет маны Да блин Еще раз Не хватает маны Черт возьми Прости Господи Говорили Сталин дал обет Хотя уже давно не молился Если немцы Сталинград не возьмут Разрешу молиться Пусть ходят в храмы Кстати, а почему молитвы и иконы В русско-японскую не помогли? Николай Второй ездил напутствовать войска Раздавали иконы Но мы все время терпели поражение Самые жестокие Генерал Драгомиров сказал Вот мы японцев все хотим бить иконами наших святых А они нас лупят ядрами и бомбами Мы их иконами, а они нас пулями Японский бог сильнее русского? Или что? Здесь надо смотреть на то, как общество Откликнулось на те несчастья и беды На те трудности, которые переживали войны Во время войны 1905 года Это общество, о котором пишет и Николай Сербский Оно было, как сейчас принято называть Диванными экспертами То есть маленькую победоносную войну Устраивает власть, влезает в конфликт Будучи неготовый материально, но не духовно Управленцы демонстрируют свою полную некомпетентность Но виноваты диванные эксперты Ой, как удобно Тем временем приходит поехавший разведчик Который замыслил очередной теракт со множеством жертв Надо бросить гранату как можно дальше, чтобы отвлечь внимание Чего? Да крик У меня тут легендарная финка НКВД от кизлярских мастеров С гарантией Имеет гораздо больше шансов на успех, чем бросок гранат Потому что взрыв гранаты привлечет, блять, внимание Кто-то сказал, что это такое тарантиновское кино А кто-то решил промолчать и сошел за умного Ну и чтобы Тарантино окончательно охуел Герои бонусом делают коктейли Молотова И приматывают их гранатом И бросают их в чистое поле В нескольких метрах от себя Эксперимент, очевидно, неудачный Естественно, это тупо приманивает всех нацистов к месту взрыва, где герои И маньяк-дегенерат-разведчик должен пожертвовать собой, чтобы спасти остальных Скажи своему богу, чтобы убрал собак Сам скажи Он услышит Бог! Ты меня слышишь? Да чё тебе? Бог, если ты есть, убери этих поганых твоих Я думал, будет выходной Ну уж ты есть Нацисты тоже верующие служит Тем временем, за то, что Старица спасает страну Товарищ Сталин отправляет нЕй НКВДшникова с пропитанием Да бы он помог семье выжить Как вдруг НКВДшник замечает рисунок ребенка, а там! Ты... Тебе кто... Разрешил... Рисовать... Товарища Сталина? Но! 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 Ой, 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 ой... Эй! Ой, 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 ой! Дааааа... Это же не уничижительный рисунок, даже! Это просто Сталин. Или проблема в том, что рядом со Сталином изображена Матрона? Советская власть пыталась стереть любые упоминания о Великой Святой. Чекисты и партийные бонзы страшно боялись эту слабую, парализованную женщину. Неужели думали, что она способна за многочисленные грехи отправить их в ад? Этот канал спонсируется правительством Москвы. Вы только представьте уровень их мракобесия. Я ведь тут живу. Но оказалось, что в Союзе в целом нельзя было рисовать Сталина. И сам факт, что он нарисовал Сталина, вызвал естественный для него такой гнев. Кстати, советы с религией поэтому и боролись. Сам факт, что Бог создал Сталина, вызывал гнев. Не надо! Никуда не поеду! Слушай меня! Твоя мать болеет. Мать жива. Оставь ребенка, не бери грех на душу. И матери твоей станет легче. Прими программу здоровья. Молодильное яблоко. Работаем. Естественно, выбирая между матерью и пиздюком, что рисует Сталина, НКВДшник выбирает мать. Давление и угрозы родственникам, видимо, один из способов святой уйти от преследования. Долго она жить нигде не могла, потому что сразу обнаруживали, что люди приходят. Преследование милиции, постоянные переезды. Практически 30 лет в Москве Матрона была вынуждена ежедневно менять место пребывания. Слепая обездвиженная женщина вынуждена была скитаться, каждый день опасаясь ареста. Человек идет без рук и без ног. Как он может принести вазу? Кроме мега способности Старицы мы узнаем и про способности иконы. Если с начала пути она просто мешала, Черт, икона эта мешает. То теперь она буквально валит разведчицу своей тяжестью. Вставай, вставай. Сколько жена есть? Кто? Икона эта. Я не могу нести кольцо за вас. Но я могу нести вас. Держитесь. Если в конце икону отправят в жерло храма Василия Блаженного, а Спасская башня упадет на Сталина, это будет богоугодно. Ноги не чувствую. Да. Я тоже. Ноги у вас черные, черные, там негатив у вас. Некротичную связь надо снимать. И когда Герои почти доходят до нужного места... Мария резко срывается, бросая калл. Твою мать, блиS trigger! Ва entering дверь. Что случилось? Почему? Потому что. Если в фильме нет истерики ни Минкульт, ни РВО не допустит фильм к прокату. Что маму расстреляли? Врала? Врёшь?! Врёшь?! Пуф, папы позволили уйти, не тронули. Пуф, иди, пап, ты фашистский агент. И он говно, Каслина! Да как тебя от воинской обязанности освободили, а? Я же САРСГА! Саски? Почему не Наруто? Обхарканный поп говорит, что аниме говно, а дети против волшебников рулят. А теперь, ребята, можно и помолиться. После чего вырубает истеричку и оттаскивает ее в дом местного прихожанина, где решает раскрыться. Я был сотрудником того же ведомства, что и ты. Священники мы провели сразу после того, как твоего отца расставляли. Гениальное решение. Вместо вербовки попа низшего звена в мелкую церковь ставить НКВДшника с боевыми навыками. Я закончил Ленинградское пехотное училище. Слава богу, что не воздушно-десантное. Заводовы! Батюшка, с вами все нормально? Внезапно приезжают нацисты и говорят прихожанину, что поп-убийца. Как нормальный верующий человек, прихожанин верит нацистам. Стреляй! Перекрестись на икону и стреляй! Стреляй, гад! Стреляй, слышишь? Сделай так, чтобы она видела! Вся ее сущность русского человека, русской, я не знаю, души, если так сказать, характера русского, проявилась тогда, когда она взяла в руки икону и встала перед, ну, вот этим стариком, который хотел ее убить. И вспомнила молитву. И вспомнила молитву. Она из нее просто пошла, как говорится, поперла. Пресвятая Дева, Мать Господа Бога нашего, дай нам похороп и защиту в жизни сей. От врагов, видимых и невидимых. От бед и страстей. Сохрани от искушений и грехопадений. И в будущей жизни будь заступницей нашей. Оксимирон запрещен. Это разрешено. Думайте. Естественно, услышав молитву, прихожанин не расстреливает героев, а отпускает их. Не знаю, что на меня нашло. И молитва эта, как будто сама... То, что поднимало солдат в атаку и кидало их на подвиги, это вера. Вера. Вот эта самая русскость. А евреев газовые камеры загнала еврейскость. Да-да-да, у кого-то была такая концепция, усатый такой. Прям вылетела из головы. Фредди Меркури, блядь! Героиня Марии пыталась с этим бороться, так сказать, отреклась от отца, от Бога. В открытую мы должны сказать, русский человек без Христа, не русский. Куала перикаргада. Картвеливар. Матказом из чимита вискала. Ну, там глубоко в нас это лежит. Так, на генетическом уровне. У нас. А у тех, кого не лежит, они менее генетически полноценны. В том же Т-34, ну, вы помните. Генетически неполноценные напали на генетически полноценных, которые ослаблены без знаний и умений, но с русскостью и верой победили превосходящие силы противника. Чисто на генетике вывезли. Ты несешь себе искры божественного огня. Ты защищаешь правду. Это твое предназначение. Ты часть великого русского народа. А вот те, что несут хуйню, это часть какого народа? В отличие от Т-34, русская здесь дает не мегасилы, она дает раскаяние. И правильно сделал. Вам бабы-совки права давали, а по Матроне это суп против Бога. Я с мужем живу плохо. Матрон отвечает, а кто виноват? Виновата ты, потому что Господь глава, Господь в мужском образе. И мужчине, мы, женщины, должны подчиняться. Главное, семья. И традиционные ценности. Геройня оправдывает расстрел отца, а вот расстрел матери не понимает. Мама, это другой. Мама, почему не виновата? А разве вы сами? Просто так, ни за что, человека не убили? Окружающих вообще спасали только осечки. И ты не веришь, что твою мать могли убить ни за что? Вот и доказательство того, что человек не произошел от обезьяны. Где вы видели настолько тупых обезьян? Наверное, грех так говорить. Кто такие? Дебилы, которые пытаются скрыться от преследования, разжигая костер в лесу. Героев приводят в расположение советских войск, и при обыске обнаруживают листовку нацистов, в которой написано, что герои убили на оккупированной территории человека. Мы хотели их на месте порешить, но потом сюда привели. На ваше усмотрение. Расстрелять обоих. Товарищ политрук, тут еще листовки. Так, что тут? Сталин борется до последнего красноармейца напрасно. Освобождение народов СССР. Бей же до политрука, рожу просит кирпича. Кто политрук? Я политрук! Срочно бей! Естественно, героиня узнает в приказавшем расстрелять человека, в которого влюблена. Павел! Минаев! Я ее не знаю. Расстрелять немедленно. Интересно, она назовет свою должность и звание, а также номер части, или закатит очередную истерику? Ты просил сходить к твоей жене! Павел, Минаев! Вы Минаева! Да, Павел! Да я люблю тебя! Паша скартополил, что не знает Машу не просто так. Это аллегория на репрессии 37-го года, когда могли отказаться от родных или знакомых, чтобы самим не стать обвиненными. Они на что расстреляют? Он меня не узнал. Он узнал тебя, Маша. Узнал. Глубоко. Один маленький вопрос. Кто Пашу в чем обвинит, если сам Паша приказал ее расстрелять? Какое расстрелять? Отпускайте! Ты что, Паша? Паша, стой! Ты что, медлишь, Паша? Паша, охуели! Естественно, Пашу не парят, что за расстрелы НКВДшника самого Пашу расстреляют, но нам, как зрителю, должно быть плевать. Наконец-то героев убьют, и фильм закончится. Твердься! Есть! Нарывай! Нарывай! Живая, Господи. Икона? Да. Рельсу пробивает, икону нет. Потому что рельса не освещена святой водой. Теперь я понял, почему герой Смоленинова в утомленных солнцем на спине дверь носил. Это пули в нее. Ой, ура! Ой, ура! Это одна киновселенная! В расположении советских войск начинается бой, рекомендации к постановке которого, видимо, выдавал Михалков, потому что опять все в дыму и нихера не видно. Ну, а наши герои, естественно, идут туда, где стреляли стороны, желающие убить героев. И все ради одной фразы. Здесь опасно, надо уходить. Пойдем. Тухните, гадо. Э, блядь! Я тебе потом перезвоню. Пиши на пейджер. Теперь Маша одна, и на огромном поле ее настигает катарсис. Господи. Прости меня. Прости меня. Господи. Сначала фанатик, жесткий, перекованный режимом. Потом человек мыслящий, вернувшийся к своим корням, вере, любви. Я-то думал, что все, кто без Христа, они не русские. Оказалось, что они еще и немыслящие. Ну, безмозглые. Один вопрос. Почему исследований и разработок стало меньше? Почему, в отличие от совков, еврогеев и пиндосов, сферу для думающих не развивают? У нас вроде перековались все правильно. Церквей строят много, религию изучают в школах, в институтах. А с наукой деградация, с образованием дефицит. Хотя вроде молимся и корабли освещаем. Такое было немыслимо. Сегодня же батюшку у ракеты воспринимают как должное. Только ситуация хуже, а антирекорды не радуют. Кто думающим мешает? Айтишники, вы социально недоразвиты. Спросил митрополит, приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. Количество прихожан увеличилось. Он говорит, нет. Вы безбужники, ребята. Так жить нельзя. Сраная наука. Ща вместо процессора поставлю икону. Не дай бог не заработаешь. Ого! Высокотуховные мегагерцы пошли. А ведь материнка даже не подключена. Естественно, в 41-м году никакой линии обороны не было, потому что воюет, блядь, одна Матрона. На войне невидимо помогает на фронтах. Рвящих радостей, обидимых укровительцев. Зреши мою беду, умудреши мою скобь. Помози меня к небу, шла кови меня к стране. Мы не делали религиозное кино. Мы делали светское кино. Твердо и четко верим. И казалось бы, когда у Марии сил больше нет, молитва Матроны говорит ей Встанем за Христа. Уставай, заебал ты, ебаный шашлык. И она добирается до Москвы, вообще никого не встречая. Какая там, блядь, оборона? Спасибо, что без песни Рогозина, как в Зое. Шла девочка твердо, как Голгофи русская. Ну что это? Ну ладно, ладно. Этот фильм всего 8 тысяч человек в кинотеатре посмотрело. Никто и не вспомнит, что ты тут снялась. Доложив все начальству, героине идет докладывать Богу, эээ, Матроне, которая днями спасает других людей. Отдохнули? Следующую можно позвать? С конца позови. Как ты, не путевая. Пойдем, тебя там ждут. А что это вот у нас звезды вот так в очередь лезут? Икона в Москве. Ну вот и слава Богу. Небесному войску слава. Но не стоит забывать также про офицерский состав императорской армии, который и остановил Гудериана под Москвой. Несмотря на всю мою критику культа Ждановой и недодокументальных фильмов на госканалах, где рассказывают про то, как хирурги делали 20 часов операцию, но спасла-то Матрону и молитва, в контексте тупизны героев этого фильма действительно стоит сказать, что только с помощью Бога и силы Матроны героиня добралась до Москвы. Считают, что благодаря ее помощи пришла победа 45-го. Сегодня и скептики, и священники отказываются признавать этот факт. Это не субъективное мнение, это просто обыкновенная щитка информации, то есть голый факт. А теперь иди, милая, тебя ребенок ждет. Иди, иди. Делай, что сказано. Иди к психиатру, пока не поздно. Иди, иди. Делай, что сказано. Ведь вы помните, что героини нагадали ребенка от Паши. И действительно, жена Паши умерла, сам Паша убит, а ребенок остался. Обещали за мальчишкой приехать, в приют определить. Можно его подержать? Конечно. У меня наконец-то есть ребенок. Ради того, чтобы сбылось пророчество, можно и ребенка украсть. На кой хер я это смотрю? Каждая почти семья пострадала во время Великой Отечественной войны. А значит, нам надо смотреть это кино, чтобы хранить память. В Министерстве культуры, там был представитель военно-исторического общества. Единственное замечание, которое мы получили, не может служить в органах человек, у которого отец священник. Действительно. Какие тут еще могут быть замечания? Про полет с иконой, например? РВО ведь убеждены. Советские власти скрывали. Это многим известно, как и вот эта фотография Сталина. Но это не оригинал. Изначально казалось многим, что вот это оригинал. Но и это не подлиннее. До нее была такая. Ежова расстреляли. Но нам удалось найти самую первую фотографию, которая выглядит вот так. Вот это было вырезано. Вот это правда. А это автомат калашпил. Вот вы говорите, облет этот спас, и это тоже спасло. Если бы не спасало, это бы не практиковали. Действительно. Зачем тот же дефицитный и просторный Лид-2 для спасения жителей окруженной северной столицы? С другой стороны, помогать блокадникам Ленинграда богопротивно. Умирали-то справедливо. Ведь согласно житью Матронушки, когда похоронили Иоанна Кронштадтского в гробнице с потаенным замком, приезжали органы, ночью накануне войны или в начале войны, открыли потаенный замок гробницы и восстал из мертвых батюшка во весь рост, так как был похоронен. Нечестивца, потоплю город кровью и уморю голодом. И упал. Библейская история. Абсолютно. Про встречу со Сталином показали, про икону тоже, а про святого, что вырезал тысячи безвинных людей из-за двух богоотступников-чекистов, забыли. И вроде как это соответствует канону канала РПЦ. Война это продукт человеческого грехопадения, отступления от Бога. Результатом бацилл греха будет война, а потом смерть. Блин, только ковид закончился, а тут бацилл греха. А спутник от них не спасает? Или файзер там? Самолет взлетает, а Мария с ребенком видит освещение Москвы иконой и улыбается. Нихуя. Вот это зон. На самом деле, после того, как вся литература была поднята, и интернет, и воспоминания водителей, и охранников Сталина, и все-все-все, кто мог вспомнить об этой истории, ясно одно, что облет с иконой был. Вот это как бы утверждали все. А главный исторический источник, ну, битва экстрасенсов, подтвердил этот факт? Хотя зачем? Есть же Первый канал. Факт уже на исторические документы прислали, что икона Божьей Матери была помещена на самолет и вокруг, потому что крестный ход невозможно было сделать, немцы стояли под Москвой в 41-м году. Вокруг Москвы три раза облетело. Вот, раньше люди умные были. Казалось бы, возьми иконы, подвесь на дроны и 24 на 7 вокруг города запускай. Все города защищены. Отказывают. Выяснилось, что икона была не одна, второй помогали снять блокаду с Ленинграда. Верят, блокада Ленинграда была прорвана именно с ее помощью. Даже на Википедии об этом есть. Открываем операцию Искра, пункт силы сторон. У Советского Союза 300 тысяч человек и икона. У немцев иконы нет. Главное ее предназначение это избавление нашей Родины от нашествия врага. Икона Казанской Божьей Матери считалась особенно чудотворной. А где в Библии про мощность икон? Великую Отечественную ее специально вывозили в Старинград. Везде, где она была, была победа русского оружия. Казанская икона Божьей Матери главная икона войны. Лицо кратца представили? Все эти документально-просветительские фильмы, снятые на госденьги, художественное кино, снятое на госденьги, как оказалось, промывают зрителю мозги не только книгой про Матрону из 90-х. Потому что в оригинальной книге Ждановой, откуда и берут эту бредятину, нет упоминаний облета Москвы с иконой, нет упоминаний Храдрического Куба, и даже не пишут про тетрадь смерти с философским камнем. Блаженная Матрона сказала, для того, чтобы спасти Москву, нужно вот сделать, найти эту икону определенную и так далее. Тема про определенную икону затронута тут. То есть перед нами кроссовер с книгой, которая вышла в то же самое время, что и комикс, ээээ, житие Матроны. Когда началась Великая Отечественная война, митрополит гор Ливанских Илья, понимаете теперь уровень историков с ВГТРК, которые на миллионную аудиторию вещают про магию митрополита гор Ливанских Илья. Митрополит Илья упоминается и в этой классической монографии. Это знать надо! Это классика, блядь! Владыка затворился. Он не пил, не ел и не спал, лишь молился. Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе сама Божья Матерь. Да проспись ты уже! Именно Матерь Божья посоветовала разрешить молебны, чтобы вера возродилась. Кроме этого, она остановила запланированную Советским Союзом сдачу Ленинграда и Сталинграда нацистам. А чтобы спасти страну, нужно всего лишь обнести крестным ходом Ленинград, отвезти икону в Сталинград, ведь без молебна перед битвой и без святой воды не выстоять. В доме Павлова вообще водопровод со святой водой был, поэтому так долго держались. Ну а важнее, конечно же, разгром немцев под Москвой, которого смогли добиться заступничеством Казанской Божьей Матери. А у немцев своих икон, что ли, не было? Так у нас чит-код был. Что за чит-код? Генетический. Что интересно, в тексте книги Москву спасает Казанская икона, а в примечании пишут про Тихвинскую. Благо есть ссылка на источник, газету 91-го года и газету можно найти. Открыть раздел «История города» в легендах, опечатках и анекдотах, где и написано про облёт с иконой. Чёрт! А не поняли, какие секретные документы мы всегда используем? Небесные полководцы оказались правы. И победа пришла. Ведь вся сила русского народа в православной вере. Победа приобретается в нашей духовной мобилизации. 20 тысяч храмов открыли, и вся страна начала молиться вместе со Сталином. Церковь благословила войну и возгорелся дух России. Прежде чем идти в атаку и кричать за родину, за Сталина, люди свой нательный крестик перекрестились и пошли. Очень сильный религиозный дух народа. По распоряжению Сталина самые искусные ювелиры изготовили по ногею и крест. Ты ювелир! И наступило возвращение веры на русской земле, как и предсказывали, святые, которые сообщали, что немцы явились орудием божьим в наказание. Казалось бы, за что? Самый страшный грех в очах Бога, когда начинают поклоняться идолу, а не живому Богу. Особенно Россия хлебнула этого идола в 20 веке вдоволь материалистической идеологии. Об этом речь? Да, да. Гуманизм такой страшный подход, когда человека делают инвалидом. Инвалидом в таком понятии божественном. Гуманизм, права человека, демократия, равенство, грехов много, покайтесь, сука, нах. За эту инвалидность немцы покарали Польшу и пришли в Союз. Нечестивый, а нечестивым не есть меры, как говорит Исаия. Знаете, кто еще цитировал Исаию, чтобы оправдать происходящее? Гитлер. Или Веливанка. На самом деле газета Псковской православной миссии, убеждая жителей оккупированных территорий, что идущая война, ой, события, угодны Богу. Ты называешь себя русским патриотом и недоумеваешь от происходящих событий? Отвечу тебе устами пророка Исаии. Ваши грехи отвратили Бога от вас. Каждый русский, обязанный русскостью, лично ответственен за грех Бога отступничества. В мире греха всегда будут страдания. Ответственность лежит абсолютно на всех. Начиная с маленьких детей и заканчивая немощными стариками. Урок будет преподан. Подсудны все. Отрекшись от Бога, русский народ испоганил и извратил свою жизнь, потеряв основу правды и нравственности. И происходящее на территории СССР это бич Божий за осквернителей и надругателей над наследием предков. Ой, это непонятно христианский, подхристианский, вполне. Для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам, служителям Валаама. И с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения. Только ветхозаветная этика, и они только этот язык, только они и понимают. Батюшка, вы опять кресты на писаниях перепутали. Атеист среди нас он предвестник войны? Он становится предателем. Предателем тех клятв, которые или он сам давал, или давали его восприемники, родители. Атеистик. Пеня капает за верующего деда. Возвращать будем или коллекторов посылать? И согласно этой книге коллекторов таки прислали. Более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещённые, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. А вы точно православные? Это жертва за безбожие. Без пролития крови в Священном Писании не бывает прощения. Папа трактует Писание. Он трактует, но не возвышается. Если бы простые люди могли сами читать Библию, они бы знали, сколь вольно трактует её церковь. Хочется встать на защитную Библию, возможно, у меня какое-то неправильное издание, но у меня после Ветхого Завета идёт Новый Завет, и там рассказывается про жертву Иисуса Христа ради всех и нас. И после неё жертвоприношений и кровопускания вроде как не особо приветствуются. Но для Министерства культуры и некоторых верующих куда важнее мракобесие из 90-х. Только один тираж которого сравним с количеством книг мегапопулярного писателя Стивена Кинга и его романа Оно. За 10 лет. При условии что у Оно была ещё мегапопулярная экранизация. А ведь тираж был не один. И многие узнали, что нацисты напали по велению Божьим. На самом деле они спасают Россию. И та перерождается как Мария. Героиня Мария пыталась с этим бороться, так сказать, отреклась от отца, от Бога. Тоже приходит к вере, да? Она перерождается. От абсолютного атеизма, от абсолютного война это дело перерождения. Теперь я понял, почему 22 июня некоторые поздравляют. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём всех вас сердечно поздравляю. Война, военный, действительно очень негативно звучит. Слово праздник лучше. Великий Отечественный праздник, вьетнамские праздники, праздник в Афганистане, специальные праздничные операции. Я могу даже предложить программу в этот праздничный день. Программу печатали в оккупационных газетах Третьего Рейха, которые тоже торжественно поздравляли с праздником начала войны. Кто такое Голокост? Праздник Верния Руси. Патриарх сердечно поздравил с нападением нацистской Германии на Советский Союз при открытии храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Весь мемориальный комплекс и сам храм посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигом русского народа во всех войнах. Детализированные мозаики изображают разные исторические события и значимых для церкви представителей, например, Александра Невского. Здравствуйте, меня зовут Александр Невский. Нет, у православных другой святой Александр Невский. Есть там и Святая Матрона, есть там про реальную колонну Дмитрий Донской. Даже должна была быть мозаика с Владимиром Путиным изображение облета Москвы с тихвинской икон в храме-музее, где написано, что никто не забыт и ничто не забыто. Такой облет могли совершить, потому что в народе была жива тысячелетняя память о святынях, которые не раз спасали наше Отечество, а эти факты зафиксированы исторически. Не существует убедительных доказательств того, что облета Москвы с иконой Божьей Матери в 1941 году не было. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Ну ладно, хусьем, поехали. Чудотворная тихвинская икона Божьей Матери была передана церкви германскими войсками. Здорово, Зайва. Город Тихвин, в котором хранилась икона, был захвачен нацистами 8 ноября 1941 года. Он даже упоминается в новостях после захвата. По Ленинград. 9 декабря 1941 немцев из города Выбель. Но какая же оккупация без грабежа? Экспертное заключение после освобождения города Тихвин. Икона Тихвинской Богоматери, которая представляла памятник выдающегося значения и являлась реликвией русского народа, похищена или уничтожена немецко-фашистскими захватчиками. Да, во время битвы за Москву икона находилась у нацистов. Они вместе с другими церковными ценностями передали ее Псковской православной миссии. От лица Российской православной церкви и освобожденных от Ига Владыка благодарит нацистскую партию. Особенно трогает, что вождь германского народа, ведя войну против злейшего врага, подумал о спасении религиозных ценностей русского народа. А России думаешь? Стоит сказать, что православной Псковской миссии нацисты уделяли куда больше внимания, чем остальным. И это внимание не оставалось без ответа. Уже год длится освободительная борьба, которую ведет победоносная великогерманская армия во имя спасения человечества от сатанинской власти. Метрополит призывает совершить молебствие о даровании господам сил и крепости германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для окончательной победы над большевизмом. А нам показывают молебность Тихвинской иконой для победы над нацизмом. Вот что называется православная постирония. Я, конечно, не хочу вырывать страницу истории с вымышленным крестным ходом над Москвой. Здесь насмерть стояла дивизия Панфилова, здесь танки Катукова, а здесь немцев остановила икона. В конце концов за переписывание истории у нас затыкают поганный рот, но со времен строительства храма на вопрос откуда взялась именно Тихвинская икона, если она была у нацистов, от официальных представителей ответа так и не последовало. А можно я почитаю рэп? А вот в реальности после войны икона оказалась в США, где она пробыла до 2004 года, до торжественного возвращения иконы в Россию. О чем, видимо, не знали авторы первоначальной легенды. И, казалось бы, можно было отмазаться, мол, выдуманный полет совершали с копией иконы. Но вместо этого государство проспонсировало фильм, где эту икону воруют у нацистов и совершают с ней молебен над Москвой, что было отражено и в храме вооруженных сил. Зачем это делается? Потому что они конструируют фантазийную, параллельную реальность. Речь идет о историческом перепрограммировании. То есть факты не искажаются, а закладываются в голову новые вообще. Не беспокойтесь, это он про Украину. Происходит на Украине. Ложь, повторенная тысячекратно, изучающая из каждого утюга, вот, и становится единственной верной правдой. В нашем случае это просто совпадение. Церковь первой встала на защиту Родины. Ясно, пошел я нахуй. Замечателен и общий смысл фильма. Героиня тупо слушалась приказов, не понимая, что она делает и ради чего, и ее сюжет нарко заканчивается тем, что она просто сменила приказчика. Из-за безвыходности вместо Сталина стала стариться, а слепое послушание осталось. Повторяйте за мной. Я думаю своей головой. Я думаю своей головой. Не указывайте мне, что говорить. Не указывайте мне, что говорить. Невероятно. Невероятно. Тема религии в кино поднималась часто. И в советском кино о войне, и в зарубежном, очень советую посмотреть этот фильм, в нормальном российском, да даже в мексиканском с отсылкой на Сталинград, ну и, конечно, в современном голливудском. Все молился, Боже, пожалуйста, помоги мне забрать еще одного. Собрав его, я говорю, Боже, пожалуйста, помоги мне забрать еще одного. Он просто говорил, настоящие герои похоронены вот там. Но в таком кино герои знают, зачем, почему и ради чего они борются. В том числе, полагаясь на заповедь не убей, не отнимают жизнь, а спасают. Это ведь правильно по христианскому канону? Без молитвы пакет градов не снаряжать. Тут же в очередной раз показывают борьбу по чужому приказу с каким-то абстрактным врагом ради некого абстрактного добра, который ты сам себе должен выдумать. А вместо персонажей комки истерик, неадекваты и люди Икс, а неубежденный представитель веры. На левый фланг! Во имя Отца и Сына да будет воля твоя, ибо твои истарства и силы и слава во веки. Аминь. И да, все показанное в Марии не про христианство, оно про альтернативу Гарри Поттеру. Спектр, Адрону! Анафин проклят, Анафин, чтоб тебе башку перековыряла на бок. Будучи верующим, мои чувства это оскорбило бы, ведь в истории войны было огромное количество истово верующих людей, которые у любого атеиста вызовут уважение. И ладно, Минкульт Московской Патриархии на деньги Газпрома видимо не считает героя войны священника из Пскова Федора Пузанова достаточно православным. Простимся по-православному. Как-никак, будучи православным, он боролся с нацизмом, а значит восстал против справедливого наказания Божьего. Такой страшной и кровопролитной была последняя война. То было наказание за богоотступничество всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над церковью. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Но даже при таком мироустройстве можно хотя бы рассказать про Алексея Первого, который в одиночестве все время блокады служил молебной, успокаивал людей, отдавал свою еду и помогал всем, чем мог. Это ведь гораздо глубже и сильнее, чем надуманный, но мега пафосный масштабный крестный ход по улицам советского блокадного Ленинграда. Блядь, скажи, куда вы идете, а? Узнайте про протеерея Ломакина, который выступал на Нюрнбернском процессе и рассказал про жуткий голод, обстрелы и отпевания до двухсот человек в день. Хотя, конечно же, это не облёт Москвы с иконой, которую НКВДшница украла у нацистов по завету сталинской гадалки с криком «Господи, спаси Россию!» «Да поможет вам Бог!» На этом обзор фильма закончен. Мне же захотелось узнать, а в какой момент российское патриотическое кино свернуло не туда и дошло до своего апогея в виде фильма Т-34 и «Мария, спасти Москву». От показа войны со всеми ужасами, страданиями и трудностями, победа в которой достигается кровью и потом, а участвующие в ней люди разных воззрений знают, за что воюют, ведь есть чёткое разделение сторон конфликта. «Не все народы имеют право на будущее слушать. Всем слушать». До невнятного симулякра, где непонятно кто, зачем и почему, ну, так принято и приказали, а победа в этом, зачастую весёлом форсаже, достигается за счёт русскости и веры. «Стреляй, слышишь? Сделай так, чтобы она видела!» «Благослови, Господи, силы, укрепляющие мои пальцы на войне и в этом бою». Чтобы это выяснить, надо вернуться на 20 лет назад. «Президент облетел Грозный на вертолёте. Увиденное заставило его отдельно остановиться на темпах восстановления города». «Мы рассчитываем качественно поднять уровень жизни каждого российского гражданина». «Когда говорят, почему нельзя было это раньше сделать, мы должны понимать, в какой ситуации страна находилась вчера». «Тоже тот враг, который угрожает сегодня России, а хочет добиться её развала, раздела». «Возникла пятая колонна левых и правых радикалов. У фальшивых либералов и настоящих нацистов всё больше общего. Общие спонсоры зарубежного происхождения – общая ненависть. К путинской, как они говорят, России, а на самом деле к России как таковой». «Партия Единой России провела митинг у посольства Америки. Организатор акции, руководитель Московского исполкома Единой России Владимир Нединский». «Добрый вечер». «День Суркова какой-то». То есть Сурка. «Я верю в генетическую память народа». «Каков твой генетический код?» В 2005 году выходит сериал «Штрафбат». «По имя Отца и Сына и Святого Духа и Аминь». «Партия Единой России» «Партия Единой России» «Сериал «Штрафбат». «Там Серебряков». «Серебряков главный герой». «Хорошо». «Но он у нас любит сниматься во всём негативном. Он, кстати, был без господдержки. Его Гусинский финансировал». «Гусинский», который уже где-то 4 года был в бегах, снял сериал и показал на главном телеканале «Страны». «Премьера с 20 сентября на канале «Россия». «Ну как оно там оказалось?» «Дело в том, что тогда главный госканал «Страны» и главная ТВ «Премия Штрафбата» не стеснялись. «Премия Тэйфи» доставила много приятных минут коллективу и, я надеюсь, зрителям телеканала «Россия». «Номинация – лучший сериал. Истории, которыми засматривалась страна». «Страны» «Премия Штрафбата» «Премия Штрафбата» «Товарищ Мединский не знал. В ВГТРК пробрались враги». Сериал заканчивается тем, что немцы отбиты, в адеквате остается только священник и внезапно… «Премия Штрафбат» «Прими души праведные с миром. Прими святое воинство, защитившее землю русскую». «Премия Штрафбата» «Премия Штрафбат» Немцы гибли тысячами. В небе появилась Мадонна. Многие поняли, в чем здесь дело и кто помогает русским. Тоже почитывали, что ли? После Небесной Мадонны и церковных песнопений шли титры последней серии. И начинались вечерние новости, которые открывались этим сюжетом. Священники из православных приходов со всей России и СНГ. По авторитету и знанию настроения в обществе, вряд ли кто-то из чиновников может стать церковью на обувь ступень. Здорово, отец. Сегодня государству крайне необходимы авторитетные и влиятельные партнеры. Мы рассчитываем на ваше активное участие в совместной работе, в том числе в рамках общественной палаты России. Это совпадение. Мы рассчитываем на ваше содействие в деле распространения гуманизма и укрепления общероссийского единства. Подождите, но гуманизм же делает людей инвалидами. Со своей стороны государство также будет оказывать необходимое содействие деятельности религиозных объединений. И все это было перед юбилейной датой Дня Победы, когда первый раз в истории задрапировали мавзолей и зафорсили георгиевскую ленту. Все ради того, чтобы... На века сохранить память о тех, кто спас мир от фашизма. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Лицо американцев, которые освободили Бухенвальд и Дахау, пока их родственники сидели в сталинском лагере, представили? Слава солдатам-победителям Великой Отечественной и Второй Мировой Войн. С днем Великой Победы. Слава России. Героям сл... Победителям слава. И действительно, с 2005 года все чаще финансируют патриотическое кино... Светится имя твое. С абстрактной победой непонятно кого, непонятно над кем. И главное, ради чего? Даже вопреки, ведь русскость, сила духа во славу Бога победит всех. Крови Бога Небесного во дворица. И Бог мой, я уповаю на него. Спасеть! Это картина о Боге на войне. Это притча, это сказка. Это пиздец. По странному совпадению, в год ребрендинга случилось еще и это. Прах писателей-философов Ивана Ильина, Ивана Шмелева. Выдающихся деятелей российского государства. Будут, наконец, преданы российской земле. На территории Донского монастыря в Москве. Захоронение Ильина, это действительно, в какой-то степени, хорошая пропагандистская акция. Как отметил Владимир Путин, все эти выдающиеся люди, настоящие государственники. А он не отметил, какого именно государства. Вот, например, Шмелев пишет. Я так озарен событием 22 июня, великим подвигом рыцаря, поднявшего меч на дьявола. Великие события очищают и возносят. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной. И это он не про игру Диабло. Валом повалили документальные фильмы про этих талантливых деятелей. У нас Ильина, по-моему, сейчас цитирует на каждом углу. Философ Иван Ильин, друг Шмелева, близкая душа, единомышленник, как никто другой понимал, что хотел выразить писатель. Шмелев хорошо знает, что значит видеть сердцем и говорить от сердца. От сердца к солнцу. Ведь, как писал патриот земли русской. Вчера был день рождения моего Сережечки Радонежского, России покровителя. Прорван фронт дьявола под Вязьмой. Преподобный в отчину свою вступает. Перед Москвой армии окружены. Идет разделка. В школьных учебниках написано, конечно, что Россию любил он всегда. А вот про любовь к Гитлеру ни слова. Благо, кроме Шмелева можно было почитать Ильина. В те годы его архив как раз вернули на родину. Это возвращение как бы подчеркивает возвращение России к тем ценностям. Впервые в нашей стране в программу подготовки будущих специалистов в области экономики включен специальный курс лекций «Философия совершенства Ивана Ильина». Ну, а русский язык – это величайшее преимущество. Вот смотрите, разве можно перевести на английский такое «Помилуй меня, Боже». Вот слово «помилуй» – это и «прости». Это, я не знаю как, но это вот надо чувствовать сердцем. Да. С английским у нас проблема. Я его не знаю, он тем более. Да он и нахуй не носит. Мужик-то прав. Английский мертвый уже. Пора староцерковный возрождать. Господи, спасибо! Боролся с поработителями России, с философом Иван Ильин словом. Алло? Ты опять выходишь на связь? Никита Сергеевич успел и сняться, и снять фильмы про великих русских патриотов. Но для начала в центре Москвы открыл памятник Шмелеву. Без таких, как он, ведь невозможно поднять Россию. Ильина и Шмелевой, эти люди создали величайшую эмигрантскую культуру. Там намного даже более русскую, чем те, кто писали здесь. Ведь тот же Шмелев слышал Бога и видел, как русские люди совместно с Гитлером воодружают триколор над Кремлем, пока красную нечисть дожигают. Ну, справедливо, правильно? Это же справедливо. В отличие от этих ужасных вымышленных комедий про Сталина, порочащих нашу историю, которые плохо влияют на россиян. Шмелев патриотично публиковался в русской газете во время войны, где читателю также поясняли, что нацисты были вынуждены напасть, ведь их начали травить в СМИ. А травлю устроили знаменитые иудейско-британские коммунисты. Это... Вот кто это, блядь? Михалков вместе с государством еще и проспонсировал создание памятной доски этому русскому патриоту на следующий год после... Начало воспевания и возрождения бандеровского движения. Иронично. Но Ильину он уделил гораздо больше времени. И не просто так. Почему вообще вдруг Ильин стал так популярен в России? А широкому кругу соотечественников был неизвестен до начала 2000-х годов, когда его в своих выступлениях начал цитировать президент Путин. А поэтому еще до великого фильма о великом духе, снятого за великие госденьги, были сняты документалки про великого русского философа. Естественно, тоже за госсчет. Я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечно. Я придумал формулу русского человека. Наконец-то! Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Теперь вы поняли, зачем был введен налог на цифровые носители, а Михалков начал отбирать деньги у народа. Все ради сохранения русской идентичности. Ведь русским можно осознать себя только когда тебе государство ничего не должно, зато ты и дохера как должен. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Начинаем с великого человека Ивана Александровича Ильина, потому что он любые явления, происходящие в России, рассматривал с точки зрения именно вот этого глубинного внутреннего подводного потока, энергетического потока нации. Чистые, белые, нежные, ласковые, добрые, космические, божественные энергии. Я немного почитал Ильина и, наконец, понял, откуда черпают вдохновение авторы российского патриотического кино. Верить надо в свое отечество, своей родине, верить в добро и в Бога. Просто верить и все. Просто верить. Этого вполне достаточно. И мы тогда выиграем. А если мы не будем верить, то да все. И откуда берется новый киногерой? Враг Грозин превосходит по всем параметрам, но ты все равно победишь. Почему? У русского человека есть такое невероятное свойство, когда он попадает в какую-то ситуацию, священная штука какая-то. 95% так сказать, значит, даже союзников на такие подводи просто технически не способны были. Значит, в ней была какая-то вера настолько сильная, что сила духа выше любых обстоятельств. В очередной раз ни система, ни экономика, ни производство, ни образование, а вера. То, что поднимало солдат в атаку, и кидало их на подвиги, это вот эта самая русскость и вера. Иван Ильин, выдающийся философ прошлого века. Он предъявил поражение Гитлера. Не от советской власти, не от большевистской власти, а от духа русского народа. Когда угроза нависла над Москвой, воспламенился русский дух, который и дальше будет вести войну. Вот ты и попался автор идеи. Сначала русскость, потом подбитый танк. Сначала засажку, потом гол. Сначала возгорелся дух, потом победа под Москвой. В России идеологии нет, но фильмы по Ильину. Так же, как и опыт Столыпина, так и опыт Ильина, они должны изучаться. Не-не-не. Главная проблема внедрения Ильина в российский дискурс заключалась в том, что Ильин был лоялен нацистам. И проживая в Германии, Ильин воочию видел зарождение и становление нацизму. Видел, как начали жечь неправильные книги. Видел, как начали гнобить евреев, левых и тех, кто им симпатизировал, либо не принимающих проводимую властями политику, что и приводило их в концентрационный лагерь. Я вымету все железной метлой и выкину из учреждений и из руководства всех, кто поддерживает красных и черных попистов. В апреле СС и СА провели национальный бойкот еврейского бизнеса, упражнение пропаганды по объединению страны в борьбе с универсальным врагом. И после этого Ильин пишет. То, что происходит в Германии, есть социальный властно-дисциплинированный переворот и, что более всего замечательно, вызывающий во всех слоях народа лояльное повиновение. Я категорически отказываюсь расценивать события в Германии с точки зрения немецких евреев. Не могу превратить это в критерий добра и зла, особенно при оценке нацизма, ведь он не исчерпывается лишь ограничением евреев в правах. Правда, когда уже Ильина урезали по национальному признаку. В начале июля я был уволен из русского института. Уволен за русскость. Там такой нажим на русских честных патриотов. Критерии добра и зла внезапно прорезались. За отказ проповедовать расовую теорию национал-социалистов запрещают читать лекции, таскают под опросом в гестапо, грозят отправить в концлагерь. Кстати, гестапо занялось Ильиным по доносам русских патриотов. Видимо, поэтому за счет силы русскости не смог остаться в институте. Для нас нет ничего невозможного. Если мы поверили в мечту, мы ее добьемся. Вера в неувольнение не помогла. Тем не менее, такого видного противника национал-социализма, по мнению Первого канала, в 1938 году в Германии вызывают к заму представителя высшей элиты нацистской партии небезызвестному Розенбергу для обсуждения вопросов оккупации Украины. Что сказать? Это фантастично. Профессор Ильина, кстати, запрещал не только НКВД, но и гестапо спустя 10 лет за бескомпромиссную критику нацизмов. Он же пиздет, да? По прибытии в Германию я начал свою антикоммунистическую просветительскую работу и по сей день считаю абсолютно недопустимым открыто выражать свои суждения о делах германского государства. Из-за преследования гестапо уехал в Швейцарию. От преследования он уехал со всей мебелью, со всеми вещами, передав квартиру и полномочия своему другу и получив визу в Берлине. Видимо, так преследовало гестапо в 38-м году. О май гад! Это Джейсон Борн! Но как совместить такого персонажа и Великую Отечественную войну, которую пропаганда вынуждена использовать на полную катушку? Кинокомпания Warner пиздеж Пикчерс представляет. В 41-м году, когда Германия напала на СССР, Ильин пишет. Цель Германии была совсем не в том, чтобы освободить мир от коммунистов и даже не в том, чтобы присоединить но в том, чтобы обезлюдить важнейшую область России и заселить их немцами. Давайте я сделаю по вашим лекалам. Когда Германия напала на СССР, патриоты России бандеровцы пишут нет Гитлеру. Когда Германия напала на СССР, патриот России Гитлер стреляет, блять, себе в голову в бункере. Он же патриот. То есть Первый канал берет послевоенную статью Ильина и выдает ее за охуительное предсказание начала войны. И ничего, что разница почти 10 лет. Редактор Первого канала обнюхался средством выведения пятен. Я здесь, я там, я всегда. И делается это не для того, чтобы только отмыть Ильина, но и чтобы под актуальную повестку попасть. Запад жаждет отделить Украину, расчленить Россию и что авторы этих планов должны помнить, они объявят этим России вековую войну. Почему-то вы умалчиваете, что в этой же статье Ильин пишет, что есть враг главнее. Это те, кому вы в том числе даете дань памяти 29 мая. Какая ирония судьбы? То есть борцы с фашизмом для русского православного патриота не герои. Кто же герой? Тот, кто в 17-м году был остановлен мировой закулисой, как писал об этом Ильин, за один свой лозунг, за единую Россию. Потому что западному миру великая, неделимая, могучая Россия была не нужна. Западная закулиса действовала прагматично и помогла советам захватить власть для того, чтобы советы 24 года подряд Россию ослабевали и готовили к завоеванию. Вау! Гуд план! Я бы еще понял, если бы власть заводы закрывала, школы, больницы и началась бы уболь населения. А рупоры власти говорили про развитие и борьбу с бедностью. Но ослабление по Ильину это давление на веру, частную собственность и семью. Ведь за булочку с трамвайчиком ради барина во славу бога Берлин на третий день бы взяли. И пока этих традиционных ценностей нет, Россия больна. Но хорошая война должна Россию оздоровить. Здорово жить, смотря на мир с любовью. Ильин фигура огромного масштаба и с удивительным даром глубокого анализа и провидения. Давайте же оценим предсказание но до того, как предсказанное случится. Может быть, нам откроется новый провидец, которого стоит канонизировать. Советский Союз в борьбе с Рейхом не победит. Ведь либо случится переворот, либо Россия проиграет нацистам. И надо будет просто потерпеть от 6 до 18 месяцев завоевателей Господа, в очередной раз советую Баварское. Чтобы после того, как они уйдут, встать с колен. Философ бесспорно обладал даром предвидения. Ой, надо же. Я вот тоже видела. Меньше пить надо. Кого лучше? Но Первый канал не останавливается в своем вранье. Видимо, чтобы перебить уровень вранья своего фильма Союз спасения. Ильин быстро осознал бесчеловечность гитлеризма. Итак, я прочел большинство статей Ильина до войны и после, включая публикации в СМИ. И сопроводительные личные письма, чтобы понять, где он не согласен с цензурой. В период войны свои предсказания и мысли Ильин излагал под псевдонимом. И это вынуждало его рекламировать самого себя. Как пишет в своей интересной и поучительной книге профессор Ильин русский человек. Статья 2 июля 41-го после нападения нацистской Германии. Рассказывает о том, что Советский Союз вооружался и политически подрывал остальной мир, тем самым создал условия для мировой войны. Всему виной вы сами. Ох, бляд! Бляд! Советы называют вторжение нацистской Германии интервенцией. Хотя это просто очередной этап советской революции. И война должна сбросить голову советской медузы, которая устрашает весь культурный мир. Русский мир, как вы понимаете, устрашать не будет. Разрастающийся русский мир взывал к врожденным особенностям исповедничеству и мученичеству. И русскому народу стоит преклониться перед силой государственного инстинкта. Ебать! Спасибо, папаше! Далее Лин сообщает, что в США много противников ввязывания в войну, в том числе и верующих. И проклятые англосаксы хотят убедить их в том, что советам нужно помочь отбиться от нацистов. Но и Лин замечает, что в России гонение на церковь. И вообще страна живет без закона. Ну и он нахуй, короче. Да, немцы пришли на чужую территорию. Но вы знали, что немцы по Волжье страдают со времен коллективизации. Они вынесли голод, надеясь лишь на Германию. Кроме этого, массовые казни остального населения, депортация, искоренение интеллектуалов и уничтожение промышленности. Все из-за того, что новая власть по профессии беспощадные головорезы без скреп. Иркутский государственный институт Ленина. А голову ты дома не забыл? Оспаривать ошибки и преступления Советского Союза, которые были, становиться таким же лжецом, как Ильин. Но какой бы страна, на которую напали не была, на нее все же напали. Поэтому можно хотя бы немножко, чуть-чуть, сказать про агрессора. И так как Ильин уехал из Третьего Рейха в нейтральную Швейцарию и ему ничего не угрожает за слова, он пишет, пока советы под неправильными флагами отправляют людей на смерть, нацисты и финны предлагают жителям блокадного Ленинграда отказаться от борьбы за самоуничтожение. Что теперь, памятник ставить тем, кто блокаду держал? Маннергейм дружил с Николаем Вторым. Портрет императора стоял на рабочем столе барона даже во время Второй мировой войны. Ганс, мы что, за Николая Второго? Да, я знаю, что памятную табличку человеку, который держал блокаду, перенесли в музей под защиту от всякого быдла, который не понимает и не знает истории. Но, когда надо, защита памяти и ветеранов. Когда не надо... Номер 2 стоит в ряду таких тоже неоднозначных фигур, как памятник Колчаку, генералу Брампелю, мемориал героям Белого Движения в Донском монастыре. Дайте угадаю, один Бандера однозначный. Это ведь не русский патриот, что на немецком пишет из другой страны о неправильном ведении войны советами. Неправильно, ёбаный волки! Ведь советы землю страны, да и в будущем Москву, своей сраной войной делают непригодной для проживания. И всё не просто так. Большевики мечтали о ликвидации частных квартир и домов, чтобы набить людей в обязательные казармы. Глядя на выжженную землю, понятно, о каком строительстве они думают. Вы думали, что нацисты напали? Советский Союз, презирая другие государства, спровоцировал и вынудил напасть, чтобы поднять вой об интервенции и агрессии на невинную Россию. «Хули ты ноешь?» «Хули ты ноешь?» Так-то войну искусно развязал Сталин. Поэтому 37,5 миллиона человек, которые погибли во Второй мировой войне, по Ильину на совести Советского Союза. Ох и не знал Ильин, сколько мин Ленина было заложено. И в 91-м сработали, и в 93-м, и в 95-м, и в 2008-м, и в 2014-м, и в 2022-м, и в 2023-м противопехотка Пригожина. А первой миной Ленина был Гитлер. По Ильину, видимо, да. Но стоит сказать, что он писал о страдании обычного человека. Но также подмечал и плюсы оккупации. Для многих, после кошмара истекших десятилетий, правовая, чужая нацистская власть, по мнению великого русского философа, была освобождением. Все в мундирах и такой, вот это кайфуха. Кайфуха. Вот это мощно, потому что в этом есть такая мужская энергия. Ведь многие жители Советского Союза жаждали поражения Красной Армии. Другие колебались, а третьи ждали переворота уже после войны. И появление коллаборантов, а также Власова. Советского генерала, который перешел на сторону нацистов. Твою мать, пацаны, меня автобаланс перекинул. Запустил на оккупированных территориях следующий процесс. Теперь можно ходить в церкви. Появились экономические свободы и право. Да еще некоторые объединились с нацистами. И в этом русский патриот видит признаки не Великой Отечественной, а Новой Гражданской войны. Это снято в городе Пскове в 43-м году на параде власовских войск. Власов обещал расцвет и изобилие. Которого можно добиться освобождением народов России. Процитировав пропагандистскую пищу, Ильин замечает, что программа Власова слабо аргументирована. Но в ней есть и плюсы. Желание свободной демократической, федеративной России. Традиционные ценности, частная собственность и, конечно, вопрос веры. Все эти факторы колебали душу русского народа в этой войне. Во многих аспектах программа Власова Ильину была близка. И не только в том, что пришедшие на чужую землю оккупанты были спровоцированы и угнетаемы. Прекращайте преступную войну против угнетения народов Европы. Совпадали и религиозные нарративы. Это был первый шанс свергнуть этот сатанинский режим который давлел нас страной в течение такого долгого времени. Россия таит в себе и несет с собой некую внутреннюю правду. Правду бытия, которая верна перед лицом Божьим. Этую правдой она спасалась на протяжении своей истории. Эта правда восторжествует над сатанинской революцией. Почувствовали ее? Такая абстрактная. У каждого внутри своя... Почувствовали? Почувствовали ее? Нет? Нет? Нерусь проклятая! Пожалуйста, не путайте русскую правду от Бога по Ильину с украинской правдой от Бога по Бандере. Для этого предварительно сверьте свой генетический код с тем, который вам выдало богоданное государство. Мафиозник. С почитаемым же русской православной церковью за рубежом Власовым у Ильина тоже есть расхождение. Власов в своей программе предлагал демократию. Ильин ее недолюбливал. Это говорит Ильин. Вот что мы можем противопоставить некую демократическую модель парламентской республики? Когда... Это... Три года... Как бы... Люди... В том месте нет ничего, кроме боли и невообразимых страданий. А поэтому в государстве по Ильину выборов быть не должно. Страной будут управлять лучшие, которых поставят честные и совестливые, а не всякая там чернь. Понял? Быдло ты ебаная, бля. Совестливые люди, они по совести могут, например, человек 15 убить, но закон их, как простолюдинов, не тронет. Ведь, во-первых... В каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию, то они идут лесом, эти юридические нормы. А во-вторых, это будет справедливо. Ведь ошибочно принимать справедливость за равенство. Ведь справедливость есть не равенство. Неравенство предметное, что значит угодное божьему делу. А за это и жизнь отдать тебе не должно быть жалко, ведь... Жизнь сильно переоценена. Так говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. Ну это... Да, да. Так и должно быть. Классика это как раз говорит про служителей дела божьего. Ну а бытие России входит в божье дело. Забыл дописать. Справедливые и совестливые, они над всеми. Но! Двух или трех первоисточников власти быть не должно. Никакой народный или законодательный один источник. Почему? Почему это централизация власти? Мы сами не можем руководить собой. Мы что, нам нужен отец родной, нам нужен диктатор. Напоминуйте, потому что губернаторы попадают в губернаторское кресло не всегда чистым путем. Зато совестливые поставят честных, которые скажут тебе, что делать. Гражданин не решениями должен на родину влиять, а своей любовью, которая заключается в безропотном выполнении законов, послушании и жертвенной службе, даже вопреки. За себя и за сашку! Что только сильная и централизованная власть обеспечит народу время на то, чтобы оправиться от нищеты и унижения, обрести правосознание и уважение к собственной стране. Надо сказать, что вот с 2000 года это осуществилось, и округа, и эта вертикаль, она была не декларирована как по Ильину, но очень близко к этой идее. Алло? Следственный комитет? Тут центральный канал делает диверсию против антифашизма. Можете, пожалуйста, проверить? В отухлую вену сходи, бля, это Минкультура! Дело в том, что Ильин свои взгляды никогда не скрывал. Все мысли русской эмиграции той волны были с Россией. И вот важное предостережение вынужденного пассажира философского парохода Ивана Ильина. Не потому ли, что бояться нас и нашего фашизма желают нам гибели Ильин на вечере немецкого Красного Креста? Великие коллизии истории. Фашист любит Россию и русский мальчик любит фашиста. Поэтому идея Ильина про урезание прав и раболепства перед вышестоящим ведь он лучше знает с объединением всех со всеми. Всех примирить, каждому дать возможность молиться по-своему, трудиться по-своему. Это знаменитая цитата русского философа Ивана Ильина. На основе абстрактного духа и неясного определения патриотизма не только напоминает патриотические фильмы типа Зои, но и напоминает лозунги итальянских современников Ильина, которыми управлял совестливый и честный Твитаскалетто. Нет, Бенитто Муссолини, которому замечательно удалось создать авторитетную власть, что воздвигло идеал новой фашистской чести. К тому же идеи фашизма это наши традиционные ценности, на которых из кони стояла и строилась Русь. Вроде или иначе Таю, а вроде телеграм Владимира Соловьева. Муссолини был блестящим человеком, что дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия. Пост почему-то удален. Связи с нацистами что ли дискредитируют? Здесь не надо какие-то нацистские первоисточники. Вот есть доктрина фашизма. Читайте. А они не могут ее прочитать. Она короткая. Нет, не в этом дело, потому что тогда это разрушит их удобный мир. Да нет, просто доктрина фашизма в России признана экстремистской, как и книга про третий путь Муссолини. Все это находится между призывами к джихаду, воззванием к Бандере и промо-роликами Гитлеру. Список запрещенки составило Министерство Юстиции РФ. Поднять все, что есть и стереть этот список. Вернемся к работам Ильина и таки попробуем найти бесчеловечность гитлеризма. В 43-м он действительно пишет, что у тех, кого заподозрили в большевизме, немцы убивают. Пишет про угон населения, жестокое обращение, голодные смерти и ужасы в лагерях. Те, которые остались, это на людей мало были похожи. Одни скелеты. Но есть нюанс. Безвинные люди вымирали миллионами и даже немцы при виде этого ужаса получали нервные заболевания. Но ничего сделать было нельзя, ведь советское правительство из-за революционных соображений не подписало международной конвенции. Я никого не трогал, подчинял примусы, наслаждался правами из второй поправки. А вы, твари, все же смогли вывести меня из себя. Да, миллионы умерших от голода из-за неподписания конвенций, бессудные расправы из-за неподписания конвенций и даже власовское движение из-за неподписания конвенций. Если что, Ильин специалист по праву. В 43-м году Ильин сообщает, что советская диктатура вряд ли подпишет мир с немцами. И да, завоеватели нанесли огромный урон Союзу. Но те, кто так пишут, где вы, сука, были 8, ой, 25 лет, когда в России строили концентрационные лагеря и выносили приговоры. Где вы были? В конце 44-го года Ильин задается вопросом, а получится ли новая русская гражданская война? Ведь для этого нацистам надо было раньше сказать русским добрые слова. А большего мне и не надо. И когда вместо гражданской войны советские солдаты погнали нацистов в их логово, Ильин все же написал про Айнзацгруппы. Только не СС, а НКВД. Солдаты предупреждают гражданских об опасности. Мы безобидны, но за нами НКВД. Часть расстреливают. Остальных на манер Германии. В поезда и на работы. Свои слова восхищения русскому мыслителю Ивану Ильину на презентации его сборника Новая Национальная Россия выразили представители Министерства Культуры. Конечно, Ильин же походу основной сценарист российского патриотического кино. Там, где ССовцы и нацисты безобидны и доброжелательны, НКВД стреляет в бегущих в атаку солдат, а немцев в общем-то довели. Но главное надо понять, что оккупируют страны и ликвидируют злосчастных побежденных, тем самым совершая военные преступления, вовсе не русские. Не надо угнетать Ильина в Швейцарии. Надо видеть разницу между преступниками, советами и русскими. Я не советский. Я русский мужик. У меня родина тоже не эта ваша. Как и в нынешней пропаганде, Ильина очень важно отделить хорошее от плохого. Хорошее присвоить себе, а плохое оставить на предыдущих. Мы победили, а они совершали преступления. Кто они? Не русские, которые в 17-м году забрали у русских власть, потому что русские добрые, а не русские злые. Они создали страну без улыбок, вычистив все русское с поддержкой Запада. Из-за кулиса. И все преступления на них, в том числе и Великой Отечественной. Доносы, убийства, чистки, взрыв Днепрогэс. Ой, это какая-то историческая статья из украинских СМИ. У них наоборот. Совет это только русские. Главное, сами наследнички краснопузых, и поэтому с ними стоит бороться. Еще и с Лениным во главе. А на русских валят. Интересно, а по Ильину украинцы они не русские, и поэтому они злые? Или они русские, а поэтому они добрые? Срочно принесите карту 17-го века! Так это же карта капитана Флинта! Слава Богу, появился первый единый учебник по истории после распада СССР от Мединского, где указано, что русские это и великороссы, татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры. А значит, все мы добрые. У меня в два дня все станут добрые, кто не станет, я то в бараний рог согну, сотру, в порошок и брошь акулу, у меня в раз все станут счастливые. В общем, по Ильину русские не совершают преступления из-за старорусской традиции. Древних русов, что иродопьящеров не убивали, а смекалочкой победить смогли. Которая, походу, вшита в наш генетический код. Из-за этой древней традиции русские только и могут, что вести себя дисциплинированно и корректно. Извините, пожалуйста! Я ужасно сожалею! Это, кстати, документальные кадры реального боя, который произошел в 45-м году. Именно после него на Рейхстаге было написано «Привет». Это превосходство вызвано тем, что у русских в крови уважение к другому и к частной собственности, а также беспрекословность, когда требуют отдать воинский долг. Выстребляйте! Русский значит должен барину. И, возможно, русский когда-то попросит что-то взамен и получит то, что заслужил, на что претендует. Травайте кулочка. Правда, сам русский это решать не будет. Это решит честный и совестливый. Как же я мое отдам? Вам отдам, всем отдавать нужно. Все хорошие люди. Благо, у русских в крови лояльность. Да еще и православная церковь крепит врожденное каждому русскому чувство ранга. Это значит, что русский от рождения повинуется, терпит и верит вышестоящих по сословию господ, что по наследству свои богатства передают. И это справедливо, ведь господа качественнее в глазах бога. А значит, и прав у них больше, чем у тебя. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать, и чепланин гу делать. Благо, хотя бы Лин заступается за продажный, затращенный и изолгавшийся народ. И сообщает, что все победы добыл только русский, а нерусские советы присвоили их себе. Шниферы легавые, чужими руками жар, суки, загребайте. Март 45-го года. Пока Красная Армия силами Третьего Украинского фронта при содействии Первой Болгарской и Третьей Югославской армии отражает последнее крупное наступление в истории вермахта, ну, Болотон, там были очень серьезные бои и уничтожает последнюю надежду нацистов. Наши дивизии сейчас предпринимают контратаки и вскоре начнут масштабное наступление. В него они пойдут как на службу к Господу. Ильин выпускает статью, где первый раз упоминается Гитлер и сообщается о бесчеловечности именно системы. Ильин быстро осознал бесчеловечность гитлеризма. Не поспешил? В марте 45-го-го-то года. Еще бы пару месяцев подождал, присмотрелся. Вдруг Гитлер норм. Самое ужасное, что из Ильина лепят антифашиста и другие СМИ, которые рассказывают, как русский философ через несколько лет после победы над нацизмом смог предсказать его античеловечную суть. Как он догадался. Полноценная же критика фашизма и нацизма появилась лишь в 48-м году. Первое. Фашизм не должен был занимать позиции враждебной христианства. Действительно, одна из самых чудовищных ошибок фашизма и нацизма. Также значится, что не надо было тотальторизма, можно было просто диктатуру. Ну и остальные ошибки на экране. Его наследие в области философии, права, государственного устройства и религиозных исканий изучают российские студенты. И если будете сверять этот обзор с работами Ильина, пожалуйста, не используйте новое издание, ведь из него убраны все упоминания фашизма. Ведь, как писал Ильин, необходимо избегать слова фашизм и не называть режим фашистским. Хотя фашизм был прав. Казалось бы, в чем он не прав? Будем надеяться, что русские патриоты продумают ошибки фашизма и нацизма и не повторят их. Я не пойму, если мы чтим наших предков, историю, философов, почему не взять и не зачитать этот текст 9 мая прям с мавзолея? Когда мы избавимся от того, что внутри мавзолея, вообще вот эти все, когда это закончится? При нашей с вами жизни. При нашей с вами жизни мы еще даже не составим. Действительно, к черту этот мавзолей. Давайте вместо него во славу победителей построим новый красивый храм и внутри 9 мая зачитаем. Демократия расшевелила политическую гущу. Коммунизм мобилизовал отброс, который затопил новый политический отбор, что был у фашистов и нацистов. И сразу салют в честь победы отброса. Отбросим непатриотические речи и вернемся к идеям любимых философов. А цветы не к вечному огню надо, а к памятнику Ильина. Сейчас Иван Ильин является самым цитируемым российским философом. Мы же помним, мы гордимся, в отличие от всяких там соседей. Когда-то мне казалось, что нет шансов снять что-то мракобеснее Утомленных Солнцем 2. Вы сказали всем, что у меня нет шансов, что у меня, кроме молитвы, ничего нет. Болван, мне больше ничего и не надо. Но ильинизация кино специально или нет доказала обратное. Это магическая культная война, победа в которой достигается с помощью силы русского духа, мощностью артефактов и количеством молитв ради некой абстракции, которая у каждого своя по воле божьей, вместе с уродованием реальных исторических событий и личностей, создает новую альтернативную реальность, которую, конечно же, надо чтить. Ты чё, против ветеранов? Ты чё, против победы? Ну а то, что она противоречит идеям тех, кого война коснулась и тех, кто видел ее ужасы, и совсем не похоже на то, что они чтили и что они прославляли через свое кино, так задачи и цели другие. Поэтому история и поменялась. И то, что это все ведет и уже привело в светлое будущее, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Всего консолидирующего вам. Задача кинематографистов постараться работать так, чтобы не хроснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране. Мне очень хочется, чтобы молодое поколение барнаульцев, киевлян, Камчатки, Сленинграда, чтобы молодое поколение посмотрело на тех, кто не пришел домой к войну. Те, кто своей жизнью дал возможность нам встречаться сейчас на фестивалях в прекрасных условиях, в прекрасных городах, чтобы они посмотрели на это поколение и про себя сказали, ох, какие были ребята. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...